Славянская радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас на одном из современных календарей 21 сентября 2016 года среда. Ну, в общем-то, среда и среда, 21 сентября, ничего такого особенного. А вот по одному из старинных календарей уже первый день месяца божественного начала, 7524 лета, третийник. А это означает, что началось новое лето, с чем я и поздравляю тех, кто отмечает все праздники и свою жизнь, ну, или не все, а многие праздники, как раз по этому календарю. С новолетием у нас, друзья. Ну, также с новолетием поздравляю тех, которые не только по этому календарю отмечают какие-то праздники. Так что есть события и есть чему, может быть, в душе порадоваться и сделать какие-то для себя выводы, а может быть, и открытия. Мы встретились сегодня не только, чтобы вас поздравить с новолетием и объявить, какая дата, но и также сказать, какая тема сегодня будет в нашем сегодняшнем эфире. Эфир будет посвящен теме «Самосовершенствование человека в социуме». И автор-соведущий Дмитрий Лапшинов. Здравия тебе, Дмитрий. Здравия, друзья. Ты так в микрофон сильно дышишь, что у меня тут это как-то от носа его чуть-чуть в сторону, убери от рта чуть-чуть в сторонку, а то так идет сильно туда. Итак, собрались мы сегодня, объявил по какой теме «Самосовершенствование человека». Мы про самосовершенствование, в общем-то, уже не первый раз с тобой говорим. Это было и просто самосовершенствование, и самосовершенствование, насколько я помню, в семье. А тут мы немножечко расширили рамки и подошли уже к такому, в общем-то, варианту, как «Самосовершенствование в социуме». Чем это отличается от предыдущих? Может быть, и так достаточно было всего сказано? Что мы там дальше-то разбираем? Куда мы дальше полезем? В космос, может быть? Самосовершенствование в космосе или на Луне? Ну, вообще, весь этот подход на самосовершенствование – это лишь точки зрения взглядов на сам путь и достижение плода, то есть результата. И то, что на уровне трансцендентности, либо всемирия, внешне и внутренне неразделимо, то на уровне дуального восприятия человека-мирянина, либо ищущего поиска волхва – это так называемая дуальность, есть путь внутренний и путь внешний. И множество-множество точек, как это должно происходить и как это должно выглядеть. И, в принципе, сегодня одна из наших тем – это путь самосовершенствования через социум, в социуме – одна из многих точек воззрения на путь самосовершенствования. Я не знаю, мы можем уже начинать, все уже. А что ждать-то? Уже всех поздрали, все формально соблюдены, я объявил, кто у нас в эфире, так что, конечно, вперед. Ну, замечательно, замечательно, тогда я начинаю. Хотелось бы начать с такой вот небольшой, даже стихом это не назовешь, и притчей тоже не назовешь, но тем не менее, есть такое выражение. Хорошо сохранять свою чистоту и просветление в горах, но тяжело сохранить свою чистоту и просветление в центре города, либо на городской площади. То есть, высшее искусство самосовершенствования – это сохранять свою чистоту и совершенство в любых условиях, чтобы вокруг человека не происходило. Не существовать как реакцию на внешние раздражители, а сохранять свой покой. Я также применял иногда такое выражение, как путь белого лотоса. То есть, как белый лотос подобен тому, что растет в грязном болоте, но сохраняет свою чистоту, так и человек, где бы ни находился, в каких условиях, он всегда должен сохранять свой внутренний покой, здравомыслие. И также чистоту. И вот путь в городе, путь в социуме. Сегодня на уровне, так сказать, людей с воззрения мирян существует, что самосовершенствование – это реализация где-то строго в социуме. Человек духовно ищущий, часто, не все, но часто, у него воззрение обычно такое, что человек в самосовершенствовании – это где-то путь отшенчества, путь леса, путь гор и так далее, имеет противоположную картину мира. Но не должно, на мой взгляд, кто-то может с этим согласиться, кто-то не должен, может с этим не согласиться, на мой взгляд, самосовершенствование не должно разделять и тотально лево, тотально право, общий знаменатель. То есть человек должен целостный, он способен реализоваться во всем. То есть и во внутреннем потенциале, своем внутреннем, духовном, душевном, телесном и во внешнем. Так сказать, человек, как звено ячейка в пространстве, оно и гармонизирует пространство вокруг себя и пространство внутри себя. Внутри себя – это, понятно, духовное восхождение, вокруг же себя – это плацдарм для творения. То есть человек, тотально укореняясь во внутреннее, удаляется от внешнего, а тотально удаляется во внешнее, укореняется, вернее, во внешнее, он удаляется от внутреннего. Вот должна быть такая золотая середина, внутренний потенциал. Мы развиваем свою духовность, внешнюю, свое искусство отворения. И здесь уже каждый развивается и реализуется в своем поприще. Труженик, допустим, в своих трудах, искусство в своем искусстве – это тоже практика тотального внимания, которая позволяет и развиваться внутренний потенциал. Чем бы человек ни занимался, он способен это превратить в духовную практику. Так сказать, человек в любом действии должен соединить волю, душу и присутствие. И тогда это будет одновременно и внутренний потенциал, и внешний потенциал. И вот все недомогания, все проблемы у человека начинаются, когда только он начинает делить и укореняться из одного вектора в другой. По сути, в духовности нет различия внешний и внутренний. Все практики – это лишь инструмент для духовности, либо все пути – это лишь инструменты. Путь – это одно, а плоть – плод. К нему приходят либо через внешнее, к примеру, в социуме, помимо достижения плодов в социальной какой-то сфере, прокачиваем левое и правое полушария мозга, входя в измененное состояние сознания. То же самое, что и можно делать, допустим, человеку идущим путем внутренним, через практики сосредоточения, держания внимания, то же самое, в одно и то же состояние можно прийти. А вся внешняя зеркальная оболочка в виде поприща – это лишь инструмент для прещения ума. Грамотный же человек может все сгармонизировать в лад для своего развития и для помощи в развитии других, не перегибая палку. Это вот основная суть, то, что, на мой взгляд, кто-то может согласиться, кто-то нет, грамотно и целостно – это умение соединить внутренний и внешний космос между собой. Ещё раз подчеркну, что внутренний потенциал, внутренний космос, он поднимает наши вибрации и делает чище, духовней и душевней, внешне же позволяет нам проявлять своё искусство творения, а не плыть по течению творений других. Вот, в принципе, это основная суть самосовершенствования в социуме. Второе поприще в социуме, которое возникает – это уже семья как ячейка общества. И вот, когда человек развивается, рождается, как сегмент, единица божественной искры, он сначала маленький, учится, допустим, творить в пределах своих игрушек. Дальше он растёт, его искусство творения увеличивается, он уже творит в пределах своих шалашей с друзьями, строится. Дальше он растёт, он уже творит в пространстве, заводит отношения какие-то юношки дружественные. Потом растёт, заводит отношения семейные, увеличивается фрактал его творения. Дальше растёт, заводит отношения на уровне рода, потом на уровне народа, и дальше на уровне уже вселенского масштаба. Всё это социальное поприще, фракталы – лишь инструменты для искусства творить и созидать. А внутренний потенциал, разве внутренний потенциал, позволяет нам подходить к этому мудро, осознавать причинно-следственную связь и реальность, либо иллюзорность всего этого творения. Хорошо так развернул, душевненько. Ну хорошо, а вот скажи, пожалуйста, кроме того, что ты сказал, самосовершенствование личное, семейное и социуме, я же прошутил не просто так, а дальнейшее самосовершенствование человека в чём-то, да, возможно, если социумом или одиночеством мы ограничены. Мы не можем дальше одиночеству уйти, и дальше социума тоже не можем уйти. И так, и так мы ограничены в чём-то. Где-то ещё есть варианты развития? Ну, вопрос такой довольно философский, но всё-таки. Вдруг? Точно так же внешний космос копирует внутренний космос человека, а внутренний космос проявляет и отражает свой внешний. Так сказать, внутренний и внешний друг друга копируют и отражают. И вот точно так же, как у человека. От природы есть левое полушария мозга, логическое и отвечающее за прошлое и будущее, так и правое полушария мозга отвечает за интуитивное и за момент настоящего. Точно так же и сфера социума, в котором человек укореняется в векторе логической и рациональности, достигая каких-то вершин социальных и где-то кто-то, возможно, материальных. И правое полушария мозга – это баланс мудрости и духовности. И вот точно так же, как во внутреннем космосе идеально это сгармонизировать левое и правое полушария мозга, так в сфере жизни человек должен сгармонизировать внешний мир и внутренний свой мир. И когда человек имел в виду укореняется во внешнее, он удаляется от внутреннего, а удаляясь, укореняясь во внутреннее, мы удаляемся от внешнего. Точно так же, когда человек прокачивает свое тотально правое полушарие мозга, становится чувственным, потом сверхчувственным, а потом заоблачно блаженным, переставая контролировать и удерживать объектив фокусности. Точно так же, как, допустим, тот же один из наших ученых, всем известных, вот забыл, сейчас говорю, и забыл его имя, к сожалению, который… Ну или, к примеру, тот же самый Эйнштейн, который интуитивно достигал такие очень знания, а в то же время многие знали, что мог потерять свои очки в чашке с супом, которым есть. То есть, интуитивность высокая, а контроль, координация отстает. То есть, укоренение в правое полушарие мозга может привести к удалению от левого. Либо, наоборот, когда человек укореняется в левое полушарие мозга, он становится логичным, рациональным, потом уходит в тотальное невосприятие внутреннего потенциала и становится таким материалистом. А все должно быть в гармонии левое и правое полушарие мозга. Вот именно трансцендентность, когда человек гармонизирует левое и правое полушарие мозга, включается шишковидная железа, и человек входит в ясность своего сверхсознания. И то же самое это отражается на внешнем космосе, то, что мы делим социальность, либо в социуме, либо в отшельничестве. Мы должны сохранять свое отшельничество в социуме, либо свою социальность в отшельничестве. Так сказать, как стакан, либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Каждый смотрит на это со своей точки зрения. Но высший путь – это умение соединить социальность и духовность. То есть, скажем так, не надо, насколько я тебя понял, не надо пытаться залезть дальше и вправо, и влево, а необходимо комбинировать вместе, делать это все гармонично, чтобы это все находилось в союзе. И тогда человек будет самосовершенен и в социуме, и в семье, и в одиночестве, в личном каком-то развитии. И тогда, в общем-то, жизнь у него будет гармонична, и все будет замечательно, будет в ладу сам с собой. А что такое вообще самосовершенствование в этом случае? Или ты что-то хочешь уточнить по моему ответу, по моей реплике? Так сказать, не знаю, насколько будет понятно, но в кругах практикующих активность глубины своего сознания те знают, что природа сознания, но в ритуальности имеет две грани. С одной стороны ясность, с другой стороны пустотность. И вот две грани, которые формируют 35 ядов, то есть ложных путей самосовершенствования. И вот высшее искусство – это умение соединить пустоту и ясность. Тогда человек входит в быль иная, то, что на Востоке называют нирвакальпасамадхи, то есть истинное просветление. И вот высшее – это умение соединить пустоту и ясность. И это точно так же, как логичность и интуитивность. И вот у человека ошибки возникают не когда он пытается соединить, а когда он уходит из одной вкрадности в другую вкрадность, либо в тотальную ясность, либо в тотальную пустотность. Точно так же и здесь, либо в левое полушарие мозга, либо в правое полушарие мозга, либо тотальные крайности в социум приводят в слепости истинной реальности. Укоренение прельщения дуальностью и иллюзорностью, либо тотальное укоренение в обшельничество. Может, человек теряет и забывает свою искусственность, не искусственность, а способность, да, прошу прощения, так правильно, способность творить, созидать, уметь, получать инструменты для творения. Какой человек, если нашим языком говорить более опасным, какой человек, Бог, воплощенный на Земле, не умеющий творить. Научиться творить мы можем только на инструментах и тренажерах, которые сами и проявляем. И идеальный плацдарм – это внешняя среда обитания, а не бегство от нее. Это было ответ, что такое самосовершенствование в твоем представлении? А, ну это еще раз. Или ты просто комментировал все-таки? Да, это больше комментировал, как две крайности. Суть – это целостность, соединить две крайности, а не укоренение в одну из этих крайностей. Понял. Значит, мы здесь с тобой сходимся. Это радует. Но все-таки, а самосовершенствование тогда человека, что это такое? Ведь, давай так разберемся, людей достаточно большое количество. Каждый человек так или иначе в чем-то уникален, начиная, например, от расположения какой-то бородавки и заканчивая своими мыслительными возможностями. Поэтому, что один воспринимает за самосовершенствование, для другого – это вообще детский сад, что на лямках. Вот есть ли какая-то универсальная формулировка, а что такое самосовершенствование – это первое. И второе, и к чему вообще необходимо прийти, начнем с того, любому человеку и индивидуально каждому. Что такое самосовершенствование, к чему необходимо прийти, любому из людей и, в частности, индивидуально каждому? Это как я вот сейчас вспомнил. Диоген бегал с фонариком среди людей и кричал «ищу я человека». То есть, все мы люди, но не каждый человек. И вот отличаемся мы по частоте вибраций друг от друга, которая определяет наше воззрение. То есть, взгляд на истину, взгляд на реальность, и опираясь на которую, мы к чему-то стремимся, развиваемся. И вот, по сути, на уровне духа мы неотделимы, неотличимы друг от друга ничем. Мы все есть одно, цельное и одинаковое. Отличаемся же мы друг от друга все, это своими болячками. То есть, болячками на уровне ума, болячками на уровне психики, болячками на уровне жарьего тела энергетического, ну и, соответственно, индивидуальные болячки на уровне физического тела. Разный обмен веществ у кого-то, свой у кого-то, разный PH, кислота, щелочность. И вот отличаемся мы друг от другом только уже на более низком, дуальном фракталах своих тел. То есть, я это коротко называю своими болячками. И эти болячки определяют наше воззрение, то есть, ментальный, активный внутренний диалог, тоже относится к фильтру болячек, это если попросту определяет воззрение человека. И вот по этим тысячам вариантам, каждый свой сплошной сегмент, и вот много-много вариантов, и условно человека можно разделить на три класса. Можно и на больше разделить, я просто, чтобы не терять на это время, а только донести, чтобы суть, и вы сейчас сами все поймете. И вот все мы индивидуальны, и разделить можно человека условно на три класса. Веси, Витя, Семиль и Волх, так сказать. То есть, одни стремятся к самосовершенствованию, это здоровье, вторые способности, а третьи духовность. Вариантов внутри каждых из этих классов тоже еще могут быть различные, но это уже вторично, главная суть. Итак, одни стремятся к здоровью, третьи развиваются, либо, если мы говорим сегодня о поприще социума, к здоровью, допустим, весе к здоровью и к материальности, допустим, к каким-то карьерному росту. Уровень Витязя, допустим, он стремится к способностям, к душевной силе, и ратует, и развивается в сторонах блага народа, формирует какие-то события, какие-то коллективы для того, чтобы соединять, сплачивать группы между собой. А уровень, допустим, жреческий, скажем так, он уже самосовершенствуется в векторе духовности, и уже внешнее поприще – это было бы его уже гармонизация неба и земли между собой, либо структуру Вселенной. То есть на внутреннем разные цели – здоровье, сила душевная, и тут духовная сила. А на внешнем – это карьерный рост, к примеру, народ, и уже вселенские какие-то формирования. И вот каждый преследует свою цель, в цели ставит только ум, пока человек не вошел в трансцендентность. И вот этих целей ума много. И условно можно разделить такой путь, как путь и плод. То есть путь к достижению плода и сам плод. Но на уровне трансцендентности, когда человек достигает свое просветление сознания, он понимает, что путь и плод, они уже неразделимы, они уже вместе. И единственное, для чего ему необходимы практики самосовершенствования, это чтобы проснуться и увидеть, что плод у него уже в руке. То есть пока спит человек, ему кажется, что плод где-то далеко, и он занимается практиками. Ну вот практиками человек занимается не для того, чтобы достигнуть плода, плода результата самосовершенствования, а для того, чтобы войти в состояние и осознать, что плод уже у него имеется. И таких, в общем, плодов на уровне дуальности, пока человек спит, еще раз повторюсь, очень-очень много. Для кого-то здоровье, для кого-то прокачанный мозг, сильный рациональный ум, разум, для кого-то способности, для кого-то духовность. Ну то есть все равно ты оставляешь на воззрении человека его путь самосовершенствования. То есть нет какого-то универсального, как в детском саду, рецепта, для того, чтобы сделать что-то, возьми вот это, для того, чтобы достичь чего-то этого, возьми вот это, чтобы построить пирамидку, возьми вот эти кубики, чтобы там поиграть в мячик, иди там мячики возьми. Если с этой стороны подходить, то есть для достижения каждого из плода есть свой алгоритм определенных практик, чтобы его достичь. То же самое есть инструмент практически для того, чтобы, допустим, прокачать способности ума, разума, интеллекта. Есть инструментарий практик, который позволяет достигнуть одной из способностей. А есть инструментарий практик, которые позволяют достигнуть духовности. И вот человек, допустим, даже есть инструментарий, соответственно, для того, чтобы достигнуть здоровья. И, к примеру, человек со своим мировоззрением, стремящийся к здоровью, начинает заниматься практиками, у него увеличивается здоровье тела, здоровье ума. Это влияет на мировоззрение, меняется его мировоззрение. Он уже начинает интересоваться более высокой ступенькой и начинает применять при желании соответственные комбинации практик и достигает этого плода. А так, да, для каждого плода есть своя комбинация практик, чтобы его достигнуть. На этой уже и сформировано сегодня, если более широко говорить, много бесчисленного количества традиций, которые еще создают внутри себя всевозможные рамки прельщения, либо целостного пути, либо однонаправленного пути. В общем, получается, что какого-то, опять же, универсального совета невозможно дать, если так вот обобщить. Почему? Потому что, к примеру, один находится на стадии взросления и только вылез из пеленок, другой находится уже в преклонном старческом возрасте, кто-то занимается тем, что только вкалывает для того, чтобы обеспечить свою семью, кто-то встал на путь самосовершенствования, начитавшись какой-то литературы и так далее. То есть все люди разные вот в этом, по возрасту и по направлениям своей мыслительной деятельности. Но есть еще и те, которые, например, просто больные люди с точки зрения врачей, у которых деятельность мозга очень сильно затруднена, и таких называют там многими всякими болезненными, болезненными, как это называется, в общем, какие-то диагнозы ставят. Получается, что все равно универсальной рекомендации и какого-то пути самосовершенствования не существует. Поэтому выходит, что мы говорим в конечном итоге для тех, кто так или иначе уже дошел до ручки, с хорошей точки зрения, чтобы открыть дверь и посмотреть, а что же там на самом деле в этом мире, а не то, что ему здесь показывают в этом зале иллюзион под названием современный социум. И вот тут у нас возникает такая очень интересная проблемка. С одной стороны, социум – это то, что нас окружает. Согласись, другого социума у нас просто не может быть. Но с другой стороны, многие задумывающиеся о жизни люди, которые, в частности, сейчас слушают нас, и мне радостно, что таких людей с каждым днем все больше и больше, они понимают, что этот социум как-то так, мягко говоря, болен. И проявлены как раз те некоторые диагнозы, про которые я вот так упомянул, что люди иногда просто сходят с ума и делают совершенно то, что не должен делать здоровый человек. Если он выходит из этой комнаты с названием иллюзион цивилизации, то в этом случае он оказывается или в гордом одиночестве, или среди небольшого количества людей, которые тоже так же решили из него выйти, но при этом они вышли-то вышли, но связи с тем иллюзионом у них остались. И они все разрознены между собой. Получается, что социума в этом случае между людьми, прослушившимися, и вышедшими за дверь этой комнаты особо иногда и не получается. Вот давай, наверное, этот парадокс рассмотрим и подумаем, а как здесь быть? Ну, вышел человек, ну да, или приоткрыл дверку, нос высунул, увидел, что тут пусто, и придется пахать. Тут светло, весело, играет, крутится, песенки ему поют, развлекают его, а тут он дверь открывает, а тут пахать надо. В жизни-то в реальной, да, там строить что-то, развиваться самому и так далее. И социума как такового нет, в чем развиваться тоже не надо, все с нуля делать. Ну, на сегодня в всяком случае. Так, я тогда немножко еще сделал шаг назад к прошлой реприке, что якобы нет общего правила для всех. Есть одно общее правило для всех, это слушать свое сердце. И второе, и уже куда оно ведет. А второе уже рассматривается индивидуально. Те, кто приходят, следует одну цель, с ним уже можно там, допустим, поговорить. Будешь, допустим, как инструмент делать то-то, то-то, достигнешь этого результата. То есть все остальные практики уже индивидуально тому, куда сердце человека ведет. Либо ум, возможно. Чему человек интересуется, может прийти. А так, да, первое и необходимое, что любому человеку необходимо, любого мера восприятия, это научиться слушать свое сердце. Мы привыкли слушать компетентных людей, мы привыкли слушать учителей духовных, мы привыкли слушать других людей, у которых, допустим, высокий статус, и о них говорят хорошо, и якобы у них есть какие-то знания. Но мы не привыкли, ну, большинство, по крайней мере, но мы не привыкли слушать себя, что же говорит наше сердце. И чем больше мы слушаем других, тем меньше мы слушаем себя. Соответственно, мы предаем себя. Человек не может сегодня в социуме слушать себя, что же говорит ему сердце, что же говорит ему интуиция. Человек от уровня ума привык делать выбор, а может сердце говорит о другом, а ведь оно никогда не обманет. обманет. Оно покаместит. Человек от ума не может отойти от своего хаотичного внутреннего диалога. Как фильтр начинает палку в колеса сигналы сердца ставить, и мы не можем слушать себя. И вот первое правило – это научиться слушать себя. Это тоже есть техники. В покойном уме сердце активно. Активное сердце мы способны легче услышать. То есть человек должен победить хаос своего внутреннего диалога, чтобы слышать свое сердце. И вот здесь уже человек уровень своего развития начнет видеть тот плод, которому истинно надо стремиться. От души, а не от ума, как он до этого думал. И вот тут уже по мере его вибрациям выстроится его путь. Допустим, если человеку истинно нужно материальность и здоровье, будет комбинация практик таких-то для того, чтобы он сгармонизировался. Хотя бы прокачать интеллектуальность, сгармонизировав полушария мозга, чтобы отслеживать более глубоко причинно-следственную связь либо свою рациональность. Вот это вот то, что я хотел сказать. А человек, который дошел уже до корней трансцендентности в своем самосовершенствовании, к примеру, жрец, тому же ненужные практики, он уже понял реальность, ее вкус собственным опытом интуитивным, а не логическим. И что касается сегодня человек живет в социуме, это уже наша вторая, то, что сейчас развернуло теме. То, что человек думает, то он чувствует. То, что чувствует, то он излучает. То, что излучает, получает обратно. Это мы все уже давно знаем, прекрасно знаем. И вот в социум, который нам якобы мешает развиться, он на самом деле ничего не мешает нам развиться, он сигналит то, что мы имеем внутри себя. Если мы, допустим, в социуме нам что-то мешает, допустим, построить, допустим, дом, там, взрастить семью, либо заниматься какими-то практиками самосовершенствованиями, вот появился какой-то аспект, который нам что-то мешает в этом, значит, что-то мешает внутри нас. То есть мы препятствуем чему-то, либо мы не видим, что происходит внутри нас. Если мы нарушаем свой обмен веществ, то вокруг нас появятся люди, либо группа людей, которые будут точно так же мешать нам куда-то двигаться. И внешние ситуации, наоборот, это помощники, которые им помогают нам понять, как посмотреть на зеркало, что же и чему же мы препятствуем внутри своего тела. И грамотный, знающий человек, то есть понимающий предстоятельную связь, он просто начнет менять либо свой обмен веществ на уровне тела, либо свою психику перестанет сдерживать то, чему себя сдерживает и примет все-таки решение. И тем самым он начнет замечать, что и в социуме начинают пропадать те люди, которые в чем-то мешают ему реализовываться, либо та ситуация развернется и получится, в которой он не мог до этого развернуться. Подводя итог, то есть, если что-то мешает нам в социуме, значит, мы препятствуем себе чему-то внутри. Надо найти это. Понятно. Вот давай тогда, наверное, разберем такой пример. Ты все сказал верно, что человек сам определяет то, что вокруг него происходит, так устроено. Вот как он мыслит, что он делает, то, в принципе, ему и возвращается. Хочет он, чтобы было добро, необходимо позитивно думать, необходимо позитивно мыслить, необходимо негатив весь из себя убирать и, в общем-то, будет вокруг тебя создаваться добро. И даже в том месте, где вот иллюзорный этот кабинет, в котором мы сейчас все находимся, зал такой, где все прыгают, скачут, как сумасшедшие, он, по идее, тоже должен меняться. Но ведь, вот, давай так, конкретный пример. Недавно было размещено твое объявление о том, что вот ты сделал такие-то выводы из поведения окружающих людей и вот будет ответная реакция, ты там теперь не будешь вот это делать, вот это показывать, это размещать, а будешь там как-то в другом варианте все подавать. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. У нас тоже на Ютубе есть в нашем канале и обращение это размещено. Казалось бы, ну вот ты человек достаточно развитой, познавший достаточно много, достигший тоже в своем развитии по сравнению с большинством людей тоже достаточно много. но почему тогда такое объявление и решение было принято? Ну, занимался бы ты своими делами и давал бы все это, не обращал внимания на вот этих вот людей, которые стоят около твоего дома, заглядывают в окна, следят за тобой или задают какие-то дурацкие вопросы или еще чего-то. Вот здесь почему такое было принято решение? Ну, иллюзион, он продолжался бы и сам собой. Ты вокруг себя бы собирал этих людей. Вот такой вопрос несколько островатый, я понимаю, но для примера очень хороший вопрос из другой страны я даже благодарен, что ты его задал. Это действительно как раз и на этом будет хорошо развернуть по сути вот это закрытие системы и все так далее. Не потому, что там накалились какие-то там мои там ну сколько можно там вот эти вот всякие вещи. Не столько потому, что там накопилось какие-то там злобы. Нет, далеко нет, злобы ни в коем случае. Я на такие мелочи уже давно не обращаю внимания. Здесь первое. Я точно так же далеко не совершенен. Я еще не достиг той стадии просветления, чтобы видеть и всю полную чистоту и порой тоже совершаю один шаг, который приводит к другому шагу, не все отслеживаю. И по сути это тоже, если кто-то там что-то сегодня допустим подглядывает за мной там либо в окна либо что-то там смотрит, это всему я осознаю, что я позволил тому быть и это нормально. Система закрыта по-другому. Я также продолжаюсь учиться, как говорил, что внешний сосум это высочайший тренажер для того, чтобы мы стали лучше. И благодаря такой развязке событий я понимаю, что для того, чтобы и моя система существовала лучше, я должен предпринимать что-то другое, так сказать, и это сделано с целью ее улучшения в первую очередь системы, а не какое-то там раздражение, там на кто-то смотрится. Нет подобных ощущений уже даже глупо испытывать, существовать как реакция на внешние раздражители. Это все признано для того, чтобы увеличить ценность системы, ценность я имею в виду не материальная ни в коем случае, а ценность именно как показательный, чтобы человек для того, чтобы достигнуть результата, пускай применит свой поиск, там, как минимум, там, поищет, так сказать, запретный плод всегда сладок, другими словами, но здесь немножко не то. Подлежащий камень, наверное, будет проще сказать, вода не течет, и просто пусть будет даже у меня меньше учеников, но те, кто будет, они будут качественнее, они пришли к этому, дошли до этого, и я просто благодаря ситуацию в социуме увидел, что пора переходить на более глубокое качество, пусть будет лучше меньше учеников, но я буду зато знать, что у человека активное стремление, раз, а если у человека есть стремление, значит, он начнет достигать результатов гораздо больше и активней. Вот и все, по большому счету. То есть, ты не выходишь из социума, просто-напросто делаешь те корректировки, которые необходимы, на твой взгляд, на данный момент? Нет, из социума я ни в коем случае не ухожу, я, как уже говорил, целостный человек должен соединить свой внутренний потенциал и внешний из социума. когда закрылась система, закрылась она для мериан, так сказать, для общего доступности, а те, кто практикуют, для них та же самая информация и будет, и они будут по-прежнему заниматься и самосовершенствоваться. А если человек, допустим, который не интересуется, когда-либо созреет и придет и заинтересуется, он всегда может прийти к этому в той же самой системе, в сварге в моей. А ты как-то так не думал о том, что те, кто проходит у тебя обучение, в конечном итоге, ну, никто от этого не застрахован, что вдруг они себя почувствуют какими-то супер-пупер-учителями и просто возьмут те основы, которые ты даешь и по-своему их развернув будут подавать и при этом это будет уже не выдаваться как не твои наработки, а как уже их в частности. В этом случае, во-первых, будут раскрыты те закрытые моменты, которые сейчас ты закрываешь для других людей, но в другом случае они могут подаваться уже не с точки зрения деления своими знаниями, наработками именно тем, что ты сделал, а будут уже под другим соусом показаны, под другим взглядом рассказаны и вполне возможно даже в чем-то искажены. То есть, первое, все равно это все просочится для людей, которые еще пока к тебе не пришли, но которые, может быть, на тот взгляд, не готовы воспринимать информацию так как есть от тех, кто себя возомнит такими крутыми учителями, все знающими, а во-вторых, что подаваться это будет уже с каким-то искажением. Вот такой вопрос злободневный может быть. Да, я это тоже знаю, и от этого никто не застрахован, это всегда было, есть и будет, что информация она настолько устроена, что просачивается, выходит, и я это знаю, и да, пускай это будет, даже если человек изучит систему и поймет эти все ключики и начнет преподавать от себя, да, пожалуйста, я буду только рад, пускай он тренирует, пускай дает ключики, человек кого-то научит, тот человек станет лучше, главное, чтобы он, для меня важно, не чтобы эта информация от меня прозвучала, а если она просто от третьего колена сделает кого-то лучше, для меня это уже будет хорошо, об этом будет знать я и вселенная, и мне этого достаточно, а если этот человек будет знать, что эта информация вообще как-то со мной не связана, да, пускай, пожалуйста, об этом знаю я и об этом знают вселенные, мне это всегда будет уже достаточно. В общем, ты подошел так довольно-таки, опять же, философские, философия, напомню, это филолюбовь, софия мудрость, кто не знает, то есть с любовью к мудрости, к истине, к ведомству, и решил так, что да, искривление какое-то возможно в этом мире, но главное, чтобы оно было не от меня, я делаю только то, что могу делать, и делаю так, как это необходимо делать, а если кто-то искривит, то это будут проблемы уже на нем, и те, кто к этому притянутся, искривленному, то это уже, скажем так, их урок, вот насколько понимаю, ты так мыслишь? Нет, то, что урок за искривление, нет, я такое не говорил, я немножко по-другому имею в виду, а если говорить об уроках, об искривлениях, то человек подобный притягивается подобным, если человек притянулся на искривление, значит, внутри этого человека также есть свое искривление, которое проходит свои уроки, и этот ключик в искривлении может помочь ему стать лучше, чтобы увидеть свое внутреннее, так сказать, разлад, свое искривление, поэтому если человек притянулся на искривление, он заслужил, мы все это заслуживаем, я точно так же, я когда учился, я вот, многие знают моих вот основных там, допустим, учителей, но у меня было, я у многих людей занимался, и я также попадал на грабли, так сказать, на искривление, и я находил, почему я в этом попадал, где было мое искривление, и это также делало меня лучше, чем было раньше, и поэтому я тот, кто сегодня, не потому, что там только сидит и там занимается практикой, медитирует, либо там читает какую-то литературу, а который также и бывал моменты, и встает на грабли своих прежних, когда учителей видел искривление, либо недомогание, и это помогало мне изменить что-то в себе, чтобы знать, так, таким-то не буду, либо здесь есть искривление, если я буду продолжать так же, то я притяну себе следующего ученика, который ко мне будет так же относиться. То, как мы относимся к своему учителю, либо к своему ученику сегодня, завтра к нам будет так же относиться. Ну, я-то это имел в виду, что ты просто желаешь, чтобы искривление поступило именно не от тебя, чтобы люди, которые впитывают информацию, идущую от тебя, они были готовы ее впитывать, потому что часто бывает так, дается слишком много что-то хорошего и полезного, но вопрос, а ученик-то готов ее взять? Может быть, учитель слишком поторопился, давая эту информацию? Может быть, слишком рано ее раскрыл? И бывает так, что перегруз информации создает некий перегруз и в мозгу. Человек не полностью усвоил что-либо, сделал какие-то предварительные выводы с точки зрения своего нахождения в социуме, в обществе и так далее, и понадел кучу ошибок. И за это учитель, неправильно подающий информацию, так или иначе несет ответственность и очень серьезную. Поэтому, насколько я понимаю, то, что ты сделал, это как раз страховка тебя, как уже человека дающего, то есть, ты так или иначе уже стал учителем для кого-то, дающего информацию. Поэтому, это страховка тебя самого от того, чтобы не наколбасить вот этого всего и подготовить потихонечку своих учеников для того, чтобы они могли получать информацию в нужном количестве, в нужное время и так, как она им нужна. То есть, ту самую информацию, чтобы не было перегрузов, чтобы не было искривлений, искажений. А вот, если кто-то уже там, как говорится, от себя тебе начнет заниматься, вот это как раз уже вопросы будут к нему. То есть, ты-то кормовать не будешь в этом случае. Ты сделал все возможное, поэтому и перекрыл доступ к чему-то такому, до чего еще многие, может быть, и не готовы воспринимать. Получается так? Да, совершенно верно. Система вышла сейчас на другой уровень своего качества. В нем создана система качеств, то есть, подачи информации, в результате которого уже свести на нет этот поломанный телефон. Совершенно верно. Хорошо. Итак, значит, мы рассмотрели варианты самосовершенствования. Ты ответил на многие вопросы. И теперь, наверное, мы можем потихонечку переходить к вопросам от наших радиослушателей. И я думаю, что они дополнят букет вопросов, которые задавал тебе я, и помогут нам более подробно раскрыть тему. Как ты считаешь? Да, отлично. Хорошо. Тогда мы делаем небольшую музыкальную паузу, чтобы это было некой отбивочкой между вступлением и ответом на вопросами. И через 2 минуты 49 секунд продолжим разбирать тему уже с вопросами, которые к нам поступили в чате Народного Славянского Радио. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 21 сентября 2016 года среда, по одному из старинных первый день месяца Божественного Начала 7500-24 лета Третьейник и Новолетие, с чем я и поздравляю всех, кто отмечает этот прекрасный, светлый праздник начала Нового Лета. Самосовершенствование человека в социуме, то есть в обществе, насколько я понимаю, если по-русски это все дело рассказать, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор соведущий Дмитрий Флапшинов. И мы переходим к вопросам от наших радиослушателей. Напомню, что вопросы мы принимаем в чате Народного Славянского Радио. Попасть на наше радио, на наш сайт достаточно просто. Набирайте в любом поисковике Народное Славянское Радио. Дальше попадайте на сайт slavmir.org slavmir.org и ищите слово чат. Нажимаете на него, появляется окошко регистрации или ввода логина пароля, в зависимости вы зарегистрированы еще или нет. Если зарегистрированы все просто, логин пароль, который когда-то вводили, вводите его уже в чате. Если нет, придумывайте логин пароль, указывайте e-mail, куда будет вам присылаться сообщение о регистрации. И в общем-то все хорошо. Единственное, что чат немножечко несовершенный, на мой взгляд, там бывают некоторые e-mail и не проходят, если там много тире, подчеркиваний каких-то неправильных символов и так далее. Иногда бывает проще, если такое случается, зарегистрировать какой-нибудь e-mail с очень простыми какими-то символами и тогда будет вам счастье. Итак, мы начинаем задавать вопросы, которые из чата от уже зарегистрировавшихся наших слушателей поступили в течение нашего эфира. Первый вопрос поступил от Владимира Измати, Совершенствование человека неизбежно делает его отличным от окружающих. По мере совершенствования и увеличения этих отличий человек начнет терять потребность в окружающих, оставив социум лишь в роли пищевой, материально-технической, тренировочной и энергетической базы. Как оптимально выйти из социума? В старину этот выход обыгрывался как ритуальная смерть или как юродство? Все, вопрос завершен, можно отвечать? Да, да. Очень просто. Не держи то, что уходит от тебя и не сопротивляйся тому, что приходит к тебе. Тогда ты максимально быстро достигнешь своей вершины. От социума надо отходить тогда, когда он начнет сам уходить от тебя. Вот и все. Пока он еще держится, убегать не надо, тогда мы отрываем свой внутренний и внешний космос, разрываем связь. Хорошо. Так, тут поправочка пришла, 7525-е лето, естественно, я уже по привычке так это, по лыжам, то, что называется, по лыжне на лыжах. Ладно, это полный твой ответ, да? Дальше? Да, да. Вопрос в эфир от Дмитрия, дают ли, пусть и небольшие практики, медитации каждый день возможность не быть поглощенным эгрегором социума или необходимо периодически, как вы, удаляется из социума для восстановления осознанности? Человек, который не может абстрагироваться, ему, да, ему поможет одиночество, ему поможет уезд на природу, в горы, либо в лес для того, чтобы набрать сил и стабилизировать свой ум. И уже на человека влияет эгрегор, пока он уделяет ему сам внимание, то есть на нас влияют эгрегоры те, какие мысли нас посещают. Все эгрегоры это производные нашего ментала, ментального уровня. Если мы хаотичны в своей внутренней диалоге, либо чрезмерно переживаем за что, то мы и притягиваем к себе подобный эгрегор в виде тренажера. И вот, человек способен вне зависимости от условий среды, центра города, либо центра леса, заниматься, так скажем, медитативными практиками, но если точнее, то техниками сосредоточения, либо концентрации. Они помогают нам стабилизировать ум, разум, сознание. соответственно, для данного вопроса, да, эгрегоры перестанут на нас влиять. Пока человеку тяжело погружаться в глубокое сосредоточение, он может помогать себе помощник в виде природы, лес, для помощи в абстрагировании. На высших же уровнях без разницы. Медитация это нечто иное, это по сути медные трубы, которые у человека возникают на пути глубокого сосредоточения. А так, для того, чтобы быть независимым от эгрегоров, нам надо, да, учиться в глубоком держании внимания своего сосредоточения. Первое, что научиться делать, это останавливать внутренний диалог и сохранять это, пребывая в покое и контроле внешних процессов. Вот тогда мы свободны от эгрегоров. В противном же случае мы просто-напросто их сами притягиваем. Хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Самара задает, должна ли быть духовность в социуме с кулаками? Так, все, да? Или там еще продолжение? Да, 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 все. Так сказать, духовность свободна от кунтов и приеников. Она свободна от добра и зла. Духовность – это видение причинно-следственной связи. Когда человек погружается в истинную сферу своего сверхсознания, он видит всю причину-следственной связи. И раньше это называли в этом состоянии человек свободен от добра и зла. Зло никогда мы доп... Все действия физические, они нейтральны. но наш ум и психика окрашивают их черные либо цветные краски. И один, допустим, начинает размахивать кулаками, а сердце ярею переполнено злостью. Тогда он, да, он тогда свои действия окрашивает так сказать, черными красками, порождая причинно-следственную связь негативную, отрицательную, скажем это так. А другой человек, он вот как витязи раньше получали духовное самосовершенствование в сече, то есть в бою. Они просто видели причинно-следственную связь, а витязь это не тот, кто там накачался мышцами, а это видящий связь, витязь, видящий связь, причина как раз именно следственная. И он просто-напросто своей душевной и духовной силой в заботе от того, чтобы эта сущность еще сильнее не накормовала, выпускал душу из слепого тела, из слепого ума. И вот вроде бы и там действия с кулаками, и тут действия с кулаками, но там от глубокого сосредоточения, а здесь от яри и хаоса. То есть зло существует только в сердцах человека, а все действия нейтральны. И человек может и твердо сказать, но с совестью и сохраняя свою духовность, а может сказать агрессивно, вроде тоже там на повышенных тонах и тоже поставил человека на место, но то пошло от психики. И тогда уже это далеко не духовность. Итак, духовность, она не знает различия во внешних действиях, оно только на уровне сердца. Кнут может быть и духовным, а может быть и пряник далеко не духовным, когда человек с корыстью его дал. Итак, зло существует только в сердцах человека, все действия нейтральны. Мы должны духовный человек, вселенная и духовность держит в одной руке кнута, в другой пряник и по совести ими управляет. Вот ты неоднократно упоминаешь слово сердце, прислушаться к сердцу, почувствовать сердце, научиться чувствовать и так далее. Но ведь сердце и понимание сердца у разных людей, оно тоже как-то не идентично общему представлению, не одинаково. У каждого свое представление. Я помню, как были призывы при Ельцине «Голосуйте сердцем тогда». Ну и там многие наголосовали, кто-то там подумал, что вот это как раз оно и наш человек, который так призывает, вот к тому-то нас призывает, надо идти и так далее. То есть сердце используется во многих случаях. Кто-то говорит «Сердце в пятки уходит», кто-то говорит «Влюблен сердцем», кто-то говорит «Самосовершенствуйтесь через сердце». Вот как определить? Давай так уточним. Сердцем либо совершенствуйтесь или как-то другим чем-то, другим местом? В начале я также сказал уже, что для того, чтобы почувствовать свое сердце, первое, что необходимо сделать, это научиться останавливать внутренний диалог. Тогда мы слышим свои чувства. Пока вмешивается ум, тогда мы слышим не душу, не сердце, а тогда мы слышим свою психику. И вот самое главное это научиться отделять свет сердца от свет психики. И вот ключи к этому остановка внутреннего диалога. Практик существует множество. А так, да, слова могут говорить одно и то же, но главное обращать внимание не на слова, а на суть. То же самое, когда и древнее высказывание было, что необходимо сердце погасить в огне. И что у нас делали инки? Сколько сердец выжигали огнем, так сказать, бросали в огонь. А именно этот символ был слушать не слова, а смысл. А именно сердце погасить в огне, это войти в такое глубокое состояние любви. И тогда человек начинает самосовершенствоваться. И вот здесь что хочу я сказать. Первое, это уметь слушать не слова, а смысл. То есть смотреть вглубь, а не на поверхности айсберга. А второе, для того, чтобы услышать свое сердце, первое, мы должны остановить внутренний диалог, и далее мы уже его услышим. Уже мы можем себя чувствовать. И дальше уже сфокусируя внимание на своих чувствах, это слышание будет увеличиваться и увеличиваться. Хорошо. Вот где есть сердце, там очень часто употребляется слово совесть. Я встречал людей, которые говорили, я не понимаю, что такое слово совесть. Но ведь многое делается по совести, а многое делается по несовести. И главным мерилом этого является именно такое понятие, как совесть. Но если есть люди, которые заявляют, что я не понимаю, что такое совесть, то как с ними тогда разговаривать? Как тогда им что-либо сказать, рассказать, показать? Вот они говорят, я не знаю, что такое совесть. Ну и сказать хорошо, когда познай, что такое совесть, приходи, поговорим. Ну, а человек ничего не познает. И что, что получается, мы человека бросили на произвол судьбы? Высшее свойство вселенной – это автономность. Высший учитель и мастер считается тот, кто научил человека пройти через вещи, лезть своими шагами. Если мы ему разжуем по полочкам, что такое совести, тогда у него в одно ухо влетит, а в другое вылетит. Он да, ничего не поймет. А мы можем сказать ему, допустим, показать путь, сделать то же самое, допустим, дело, почувствуешь совесть. К примеру, допустим, человек, я не чувствую совесть, как мне быть? И вот в таком, ну, я просто жестко сказал, просто коротко, а так, допустим, вот, к примеру, находишься, ну, пять суток на жидком питании, допустим, соком, выполняешь технику, допустим, вороний дозор, опираясь на третий фундамент. То есть, третий фундамент, это человек сначала улыбается, пытается почувствовать свои чувства, а потом переходит к технике концентрации на вороний дозор. И вот, допустим, дать ему хотя бы вот задачу пять дней на жидком питании, выполняя эти практики, а через пять дней почувствуешь совесть, приходи, поговорим. И вот тогда мы будем понимать, о чем друг от друга понимать. И тогда человек испытает это на себе, и тем самым мы привнесли во Вселенную человека, не который теоретически понял, что такое совесть, а который практически испытал это на себе, а это более высокие уровни качества. Но ведь, обрати внимание, так говорят, как я это привел тебе пример, те люди, которые не интересуются духовным развитиям, не интересуются вообще самосовершенствованием, потому что они живут в социуме, который их заставляет, как им кажется, или... А я могу сразу ответить? Да, да. Я могу. Если его не интересует духовность, то его не заинтересует совесть, а если его тут заинтересовала совесть, ему даешь этот инструмент, если он пойдет, то его... и выполнит это, то его действительно совесть заинтересовала, что это, и он решился познать. А если это и так и осталось, на уровне любопытства, тогда ему наши ответы с ним по полочкам, ржавеем, тем более ничего не даст. И тут сразу и определиться, было это его любопытство, либо это его действительно был твердый интерес. Многие люди начинают с другими разговаривать не потому, что они учли, хочет человек развиваться или не хочет, просто часто вступают в диалог с другим человеком для того, чтобы, как им кажется, помочь ему разобраться, что такое жизнь, что такое совесть, что такое сердце, к чему надо стремиться и так далее. И вот когда заходят разговоры человека, который уже интересуется этой жизнью, с другим человеком, и говорят, ну как, ты не чувствуешь, что ли, что это не по совести? Он говорит, я не знаю, что такое совесть. Получается, что с такими людьми, которые заявляют, что он не знает, что такое совесть, вообще разговоры вести бесполезно? Вот в этом случае. Почему нет, не бесполезно? Мы просто, можно ему, допустим, дать вариант. Я не знаю, что такое совесть. Мы можем ему дать вариант. Либо почувствовать, а хочешь почувствовать совесть, вот выполняет то-то, то-то, а ты ее почувствуешь. А если хочешь, ну нет, у меня нет времени, тогда можно там двумя словами коротко сказать. Но, так сказать, как ни говори, какой бы сладкая вода, человек пока ее поймет, пока только ее не почувствуется. И там дальше на словах можно объяснить, если ему не интересно. Допустим, не хочешь тратить времени, не хочешь почувствовать. Тогда он сам выбрал свой, сделал свой выбор, сказать ему теоретическую, этот фундамент от своего мировосприятия. И пускай он дальше живет с этой информацией. И пускай будет планктоном. Да, в этом обществе. Нет, но он познал. Почему? Он же не закрыл уши. Не-не, до свидания, я ее слышать не хочу. Он же такого не выбрал. Если он не выбрал практический, он выбрал теоретический. И пускай дальше своего теоретического познания придет. Рано или поздно, если заинтересуется дальше. А тот человек, который выбрал, если такими словами говорить, пускай живет планктоном, сколько не тяни морковку за ботву, она от этого быстрее не вырастет. И если человек захотел остаться планктоном, говоря уже таким языком, то это его выбор. Мы должны дать ему помочь почувствовать себя планктоном, а не вытянуть. Нет, это нельзя, так нельзя. Ну-ка, давай поднимайся. Он выбрал для себя, ему это нравится, пускай и тренируется на этих инструментах. Пройдет этот урок. Хорошо, ответ понял. Дальше идем. Елена, 777, вопрос эфир. Мир двоичен, троичен или многомерен? Где точка отсчета? Ну, по сути, на уровне духа все едино. Это можно называть таким термином, как трансцендентность. Так как это состояние, все эти термины мы придумываем для того, чтобы обозначить это. Я вот, допустим, обозначу вот это единое состояние сознания. Это трансцендентность, для примера. Все остальное – это дуальность, то есть два и более. Это, может, двухмерность, трехмерность, многомерность. То есть уже произошло деление от цельности в разный, кстати, объем. Дуальность – это не только двухмерность. Дуальность – это два и более делений. И на пике, конечно, да, на максимуме делений оно становится бесконечностью, то есть трансцендентностью, этой цельностью. А до этого существует только дуальность, это сколько бы ни было измерений, и единство, то есть трансцендентность. Ну, то есть, можно так сказать, каждый человек воспринимает мир так, как он готов его воспринимать. Да, на уровне ума, так как он готов его воспринимать, а на уровне своих каналов, органов чувств, как он их развил, так он их видит в трехмерной жизни. Ну, опять же, все равно, так как он готов, или умом, или чувством, которые он развил. В любом случае, как готов. То есть, опять же, ты не сможешь вытянуть его, как морковку, на другой уровень, если он еще не готов быть на другом уровне. Не созрела морковка, или, как я считаю, другой пример. Вот есть яйцо сырое, которое человек может как-то приготовить. Есть яйцо, в котором есть зародыш. Есть яйцо, разбитое, из которого вылупился цыпленок. Вот если мы захотим, например, сырое яйцо разбить с тем, чтобы получить цыпленка, ну, во нем нет зародыша, ничего не получится хорошего. Да, просто яйцо будет разбито, и все. Если же мы захотим разбить яйцо, в котором цыпленок еще зарождается, но не готов вылупиться, то та же самая ситуация будет. Цыплёнок будет нежизнеспособный, погибнет И в то же время, если мы будем удерживать Насильно, чтобы цыплёнок не вылупился Тоже ничего хорошего для цыплёнка не будет Всему необходимо своё время И надо общаться с человеком И с любым другим существом По уровню его развития То есть, если ты более мудрый, ты должен понять его Что он хочет, что ему необходимо Куда он хочет двигаться А нужно ли ему двигаться А не так, как ты сам чего-то достиг Ты открыл для себя Америку И всем кричишь Я Америку открыл, давайте со мной вперёд, друзья Она на тебя смотрит, сумасшедшая Ещё пальчиком у виска крутит Говорят, да, может быть, 03 позвонить Вот это надо учитывать Ну да, я хотел именно подчеркнуть Что есть готовность внутренняя А есть ментальная Хорошо Вопрос от Олега из Иркутска С новолетием, Дмитрий Если у человека с детства нет инстинкта Отцовства, материнства То с какой целью, с каким жизненными Уроками воплощаются души И рождаются дети в семьях людей Лишённых этого дара И какова в таком случае роль богов Высших сил Ведь они при рождении Дают людям душу, дух Благодарю Благодарю С новолетием Если человек рождается с отсутствием чувства Отцовства, материнства Значит, прошлым воплощением Он уже прошёл этот урок Наигрался в эту игру И уже способен Целостно Не цепляясь за этот путь Двигаться следующим путём Либо наоборот Он Прошлым своим воплощением Перед этим рождением Пренебрегал Вот этими качествами Вот этими чувствами Сдерживал себя в этих чувствах Что перекрыл их Тут два пути То есть Либо их перекрыл Сдержал Либо уже прошёл этот опыт Ему не нужно И поэтому В этом наше прошлое Определяет наше настоящее А настоящее определит наше будущее И поэтому В этом воплощении Человек просто Самосовершенствуется Допустим Развивает сознание Сокровище духа Внимание Увеличивая силу внимания Мы начинаем духовно расти И так сказать Вместе с этим У нас начинает Процесс поднятия вибраций И вот Если человек родился С таким отсутствием чувств В этих направлениях Он продолжает Самосовершенствоваться Если у него была Недоработка То они не упроявятся А если у него Был пройден этот путь То он будет просто Идти двигаться дальше Хорошо Дальше Вопрос в эфир От Олега из Иркутска Влияет ли форма черепа человека На качество И образ его мысли И какова природа И суть происходящих В голове процессов Вызванных эффектом Формы головы человека Так как черепа У славян-русов Разные по геометрии На сей день Благодарю Олег из Иркутска Ну вообще Наше разделение на нации Она происходит Не на уровне духовности А на уровне Нашего колобьего тела То есть На уровне нашего Ментального тела И вот только На уровне ментального Начинается разделение Воззрений Потом на уровне психики Потом на уровне эфира Разные допустим Каналы энергетические И потом уже проявляется На уровне физики То есть на уровне духа И на уровне духовных знаний У нас нету разделения Мы имеем абсолютно Одинаковые матрицы А уже с уровня ментала Начинается различие И поэтому Форма черепа Она больше зависит Не на мысли Так как мозг По сути Это приемник Нашего ментального Плацдарма Да она что-то другое Вот с анатомией Конечно тут я Мало чего могу сказать Но я думаю Что на воззрение Влияет больше Не формы Черепа Это уже больше Геномом нашим Определено Который формируется От ментального плана А на духовном Это не принципиально Тут я По формам К сожалению Не мастак Что-то сказать Такого не скажу Вот мое такое мнение То есть Важна не форма А то что в эту форму Заложено Да Ну да Скорее всего Вот мозг Это наш приемник Приемник знаний Приемник информации Важнее Скорее всего Вот этот Приемник информации Будет у нас Различен Но информация Вся едина Да Если вы согласны Информация едина Но поскольку Мозг приемника Приемник может быть настроен На разные частоты На разные Докустанции И получение тоже От этого зависит А вот насколько там Форма черепа Я думаю что да Какое-то влияние Все-таки имеет На что-то Но Здесь надо более Мне кажется Точно Поразбираться Чтобы сейчас там Сгоряча что-то такое Не посоветовать кому-то Не сказать Сейчас начнут Все там черепушки Править молотками Да Потом скажут А вот Дима Нам тут сказал Мы вот тут Целая палата таких Да С молотками в голове Подняли вибрации Да Подняли вибрации Воткнули дополнительную антенну В виде топора Вопрос в эфир Вот Олега Из Иркутска Если блуд и похоть Да Кстати Предупреждаю Наши эфиры Не всегда для детей Вот Обратите внимание На то что нам говорят Вот там песня прозвучала Или там сказ какой-либо Прозвучал Ну не всегда для детей Имейте это в виду В частности в этом эфире Рассматриваются Конечно же Очень интересные темы Но иногда Иногда Могут звучать слова Которые малым детям Будут не всегда пригодны Итак Вопрос эфира От Олега Из Иркутска Если блуд и похоть То что тогда Исконно означает Слово Заблудился Благодарю Если блуд Это похоть То что тогда Исконно означает Слово Заблудился Если в нашей традиции Разбирать Блуд Плох Похоть На сегодняшний день Существуют Разные варианты Интерпретации Этих выражений Но даже Порой то что мы думаем Допустим Кощун Раньше думали Это что-то Отрицательное Это возможно Там смысл Имеет далеко Не отрицательное А положительное И вот Насчет блуда Я слышал тоже Две интерпретации Одно То что это Человек ушел В распутство Скажем так А другой Собрался Здесь просто От какой точки Определения Отталкиваться Сегодня много Много интерпретаций Разных традиций Всего это Интерпретируют И по образом Разбивают И по фонемам По фонемам Это уже не по образом Как Всевозможные Там Светная грамота Есть Там Рунические письма Там Разбирают Чтобы Это можно Четко К этому прийти Поэтому Я тоже Не мастак В словах В разборах Но я думаю Что Заблудиться Будут Допустим Если это Уйти в тотальное Распутство Заблудиться То возможно Вообще В тотальное Распутство Уйти Поэтому Что Что касается Лингвистики И транскрипции Я здесь Мало силен Я Изначально Как пошел Для меня Было Важно Можно искать Корни предков А можно искать То что Искали предки И вот Для меня Всегда было интересно То что искали Больше всего Предки То есть Не знание Транскрипции Языка А то что Скрывает Совокупность Всех образов И вот Человек Который придет К истоку Совокупности Всех образов Он придет К чистому сознанию То есть Попросту К просветлению Сознания И вот Я Шел путем Именно достижения Чистого сознания Через Интуитивно Через практики А не Через Разлад Так сказать Раскладки Одних образов Потом других образов И так до глубины Поэтому В языках Я здесь слаб Это Да Это так и есть Ну Наверное Здесь надо понимать Что древнее слово Блут Оно Не было связано Изначально с тем Что сейчас Привязано здесь Олегом из Иркутска К слову похоть Все-таки Блудить Это когда Что-то рядом До около Происходит Но не может Человек найти То есть Заблудиться Это когда он Не может найти Выход из какой-то Ситуации Из какого-то Тупика Из рощи Из леса Из болота И так далее Блудить Заблудиться И так далее И потом На основе Слова Блудить Или Блат Появились Другие слова Близко к этому И когда человек Около Рядом Ходит По противоположному Полу Вот это Как раз Уже связывали Потом с похотью Блудит Блудит Но при этом Толка никакого нет Он не может Найти то Что ищет И в конечном итоге Сваливается Вот на уровень Просто похоти И в конечном итоге Непонятно На что его жизнь Уходит В конечном итоге Блуд как похоть Оно Тоже подходит В современном понимании То есть И все производные С заменами Буквы У Внутри На другой звук Тоже здесь Приемлемо Но изначально На мой взгляд Все таки Блудить Это когда человек Крутится 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 Рядом да около Все Не может найти Что-то Изначально Если же Мы переводим На физиологию То вот Да тогда Слово похоть Наверное Здесь Подходит Можно я еще добавлю Да конечно В принципе Да Я солидарен Очень в принципе Мне кажется Действительно Блуд Это блудить Где-то здесь Да около А что касается Слов и речи Есть три Инструмента Передачи Знания Наше подсознание Оно работает Образами Сознание Словами То есть Все слова Которые мы говорим Наше естество Имеет образ И уже ум Облекает этот образ Слова И мы используем Инструмент в виде речи Чтобы передать Этот смысл Друг другу И так Есть три способа Передачи Образа Передачи Истины Первый Язык тела Язык души И язык духа Язык тела Является Это речь То что мы Слова Там Образные Фонемные То что к сегодня Пришли Поломаны Как телефон Это все язык Речи Какой бы И как бы Человек Не уходил Далеко Далеко К Руническим Письменным Образным Заобразным К чертам Резам Это все язык Речи Это Так что Назваемое Последнее звено В цепи Передачи Образа Смысла Следующее Звено Язык души Это когда Человек Общается Не словами А вот Два человека Встречаются Друг с другом И им даже Говорить не надо И вот им Настолько Хорошо Душевно И комфортно Что они С полуслова Там понимают Друг друга Бывает Очень часто Таким языком Общается Допустим Человек С животными Там С природой С растениями По сути Слова там Вторичные А именно Внутренний Душевный Посыл Уже имеет Такую Суть И высший Язык Передачи Информации Это язык Духа То есть Современным Языком Это телепатия Есть образ Нам уже Не нужно Облекать его Фантик В виде слова Мы этот образ Эталона Взяли и передали Другому человеку И он уже Видит его Неискаженно Вот точно Так же Как мы Сердце Говорили о сердце Один может Понять Физическое сердце Другой поймет От душе И сказали Слово одно А смыслов Разные Поняли И вот Слово Изреченное Уже есть ложь Самое Последнее Звено В цепи Передачи Информации Это речь Потом язык души И язык духа Поэтому Особо Уходить Залипать И удерживать Язык речи Не надо Хорошо Нам нужно Знать его Для того Чтобы Изъявляться Самовыражаться Ну и постепенно Параллельно Развивать Более Высокие свойства Передачи смысла Да И еще Надо отметить Что очень много Это же выражение Появилось После того Когда Что Любое Изреченное Слово Есть ложь После того Когда Слова Стали Применяться Не в истинном Не в исходном Их значение Стали Применяться Только потому Что они Как-то Более-менее Подходят Под представление Другого Человека А ведь Полного Понятия Синонимов Не существует Есть Похожие Слова Но в каждом Слове Есть свой Исключительно Свой образ Который Должен Применяться К месту Если Не к месту Применяется То тогда Это Не совсем Правильно Или совсем Неправильно Вот мы К сожалению По Чему-то Научению Ушли От исконного Понимания Наших Древних Слов И образов И вот сейчас Такая катавасия Происходит Что все Что мы не говорим Так или иначе Можно свести Ко лжи Ведь юристы Как раз Многие адвокаты Они и пользуются Этим таким Эффектом Когда Уголовников Оправдывают Только потому Что можно Закон Любой Даже самый-самый Строгий Развернуть Как дышло Как говорят Куда повернул Туда и вышло Пользуясь Синонимами Какими-то Дополнениями Ссылками На что-то И так далее Вот если бы Пользовались Только исключительно Нашими Словами Родными Которые Содержат Четкий Понятный Всем доступный Образ Не иностранными Иностранными Включениями На котором Строится Римское Право То в этом Случае Таких бы Непонятностей Таких бы Казусов И неприятностей Не происходило То же самое И в жизни Происходит Человек Вроде бы Говорит Об одном Другой Это слово Воспринял По-своему И в конечном итоге У него в мозгу Выстраивается Иной смысл Этой фразы И иной образ И так С этого Начинается драка Потом В общем-то Хотели поговорить Закончили тем Что разбитые носы Да Так что я с тобой Согласен полностью Пытайтесь Находить Истинный Первый Смысл Образ В слове И тогда Будет меньше Лжи В сказанном Дальше Вопрос Вопрос От Василия Изомска Дмитрий Каким образом Можно сейчас После закрытия Сайта Ознакомиться С системой Сварга Вышла ли Новая редакция Твоей книги Звук безмолвия Если не вышло То когда Планируется выход Три вопроса Первый По сайту Потом Вышла ли книга И если Нет То когда Будет Сайт Недавно Да Закрылся Но Сайт Скоро Откроется Мы его Закрыли На редактирование На изменение Информации И так Что Скоро Откроется И по сути Те Кто Интересуется Кто Занимается У тех Полноценно Будет Доступ Ко всей Свободной Информации Точно так же Совершенно Бесплатно Там просто Будет Специально Выставлена Череда И алгоритм Получения Этой Информации Так Какой еще был Следующий вопрос Следующий вопрос Был по книге Вышла книга В редакции Новой Если нет То когда Планируется Книга Все Книга состоит Из трех Томов Два тома Уже записаны Последний Третий Дописывается Уже буквально Я планировал Ее В сентябре Завершить Но тут Немножко Не успеваю Оказывается Быть Отцом Это Немножко Хлопотней И поэтому Чуть-чуть Задержался Но думаю Еще месяц Мне понадобится Чтобы ее дописать Ну ты прям Как Дюма Одновременно И отец и сын И Лев Толстой Ну ясно Или как Дюма С сыном Ладно Хорошо Давай дальше Самара Так Сейчас я посмотрю Случайно Или это повтор Вопрос Ну давай так Самара Дмитрий Как вы относитесь К мантрам Как к инструменту Самосовершенствования Мантры Хороший инструмент Самосовершенствования Так сказать Путь Путь Травичности Начального пути Человек Который Использует Еще внешние инструменты Для того Чтобы стать лучше Лучше использовать Эти инструменты Чем никакие Вообще Точно так же Как у нас есть Школа Садик Школа Институт То есть Путь Травичности Семиричности Трансцендентности Мантры Относятся К начальным этапам Взращивания Себя через внешнее Либо порождение Вибраций Изнутри Это еще относится Да По начальным путем Травичности Но уже путем Так дальше Семен Задает вопрос Добрый вечер Уважаемый Дмитрий Уважаемый Алексей Вопрос к Дмитрию Первый Пребываю На уверенном Жидкостном Питании Узнал от вас Четыре года назад Выполняю Некоторые техники Сварга И созерцаю Солнце Уже четыре года Прокачиваю Тело Турниками И бегом Что нужно сделать Чтобы работать В вашей команде И Самосовершенствоваться С вами Какие экзамены Нужно сдать Где найти Инфо Об этом Почему у меня Не открывается Ваш сайт Про сайт Тоже сказал А вот Про предыдущий Наверное Можно пояснить Ну отлично Мы всегда Рады соратникам И Дружбе Содружеству В принципе Можно выйти На связь И пообщаться Что именно Человек хочет И чем Мы можем Друг другу Помочь Поспособствовать И Будем дружить Либо через Центр Совершенный Человек Также Можно в Поисковике Вбить Центр Совершенный Человек И попасть На сайт Либо Дождаться Еще пару дней Пока выйдет Сайт И через Сварга Ты мастер И через него Выйти На меня На нас И уже Будем общаться Так Дальше Второй вопрос Когда выйдет Ваша вторая книга Ты уже Да По сути Вот эта Вторая книга Это есть Как раз Вот это Второй том И третий том Это вот Три книги Изначально Я пытался Не пытался Я писал их Думал Что Раздельными Книгами Они будут Лучше Но в них Перетекающая Информация Что Не целесообразно Будет их писать Раздельно И поэтому Это Вышло Одной Выйти 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 В одной Книгой Просто Тремя томами И так же Да Выйдет Уже скоро Надеюсь Месяц Еще Третий вопрос Потребует От наших Старших Убрать Младших Многие Слушатели Которые Не готовы Воспринимать Вопросы Связанные С определенной Тематикой Убрали Тогда Читаю Приемлемы Ли Даотские Техники Удержания Семьи Не связанные С мастурбацией То есть Без партнерши Не делает ли Это Практикующего Непривлекательным Для женщин На энергетическом Плане Заранее Спасибо С уважением Семен Существует Множество Практик По Работе Сексуальной Энергии По Удержанию Семени Но тут Самое главное Очень четко Подчеркнуть Что суть Практик Сексуальных Не в удержании Семени А не в Дать им Возможности Так сказать Если семя Воссоздалось Уже Сформировалось Из энергии Уплотнилось И сформировалось Семя То человеку Уже Более благостно Его Выпустить Так сказать Сексуальными В паре В семье В своих практиках А суть практик Это Поднятие Энергии Для того Чтобы они Не материализовали Семьи А уходили В духовное Направление Что касается Практик В одиночестве Не знаю Я не сторонник Подобных Практик Существует Много Практик Даосские Есть Тибетские Есть Славянские Практики По Семейным Отношениях И вот Я Подобные Практики Одиночек Так скажем Так Видел Только у Даосов Но это Ихний Путь Это Ихне Воззрение У них Там Было Свои Традиционные Колеса Через Которые Люди Проходили И Сформировалась Такая Система С этими Практиками Даосскими Можно Назнакомиться Но Брав Только Рациональные Зерна Я бы Рекомендовал Отсеять Подобные Вещи На мой Взгляд Более Правильно И целостно Подобными Практиками Заниматься В семье В паре Что касается Станет человек Непривлекательным Не станет Непривлекательным Я Сказать Не могу Я могу Лишь Сказать Там Был бы Опыт Так сказать Сказал бы Но Это Я выбираю Для себя Другой Благодарю Тебя Если Интересна Моя точка Зрения Могу Поделиться Если Интересно Делиться Не буду Так Дальше Да Конечно Давайте Я бы Выслушал Твою точку Зрения Ну Надо Понимать Что Есть Разные Уровни Человеческого Здесь Существования Есть Люди Находящиеся На Таком Зачаточном Человеко Образном Существовании Где Больше Доминирует Возглавляет Это животное Начало И тогда Животное Начало Оно Хорошее Тело Крепкое Мы имеем Ввиду Тело Оно Требует Таких Выплесков Это Один Уровень Естественно Что Когда Животное Оно Не контролирует Не осознает То что делает И в этом случае Любая Из этих Названных Практик Если Можно так Назвать Оно Подходит Как хочешь Так и делай Чтобы животному Было хорошо Если же Мы говорим Уже О человеке То в этом случае Человек Начинает Осознавать А для чего А как А почему И если Он изучает Заветы наших Предков Своё Прошлое То в этом случае Он понимает Что любая Клеточка В его организме Не просто так Она должна Тратиться Расходоваться На Для Ну По назначению И должна Расходоваться Для того Чтобы было Лучше В этом мире Что имеется Ввиду По назначению Если Необходимо Потратить Свою кровь То в этом случае Она не должна Быть просто Пролита Потому что Захотелось Посмотреть Как она Из вены Или из артерии Вытекает Если Необходимо Потратить Своё семя То семя Не просто Называется Слой Семенем Значает Что оно Должно Взойти И любой Сеятель Если мы Говорим о семени Он ответственен За то Куда Своё семя Направляет Если Вы Осознанный Человек В этом случае Вы будете Осознанно Распоряжаться Самым дорогим Что у вас есть Это вашей кровью Вашим семенем С точки зрения Физиологии Имеется ввиду И не будете Просто так Направо Налево Это разбрасывать Тем более Блудить Или там Ещё чем-то Заниматься Вот И тогда Вам необходимы Будут различные Практики Которые будут Позволять Переводить Энергии И ощущения В какие-то Другие центры Какие-то Другие чакры И так далее И тому подобное И вы будете Развиваться То есть В зависимости От того На каком уровне Развития Находится человек Такие советы Можно давать Для человекообразных Например Таких бычар Здоровенных Ну вот эти все Разговоры О пранаяме Там разговоры О каких-то Медитациях И так далее Или о заветах Предков Они наверное Будут далеки Но в этом случае Ему будет ближе Блуд Или вот если Нет подходящего Подходящей Самочки Для случки То в этом случае Тогда ну Что делать Приходится Я думаю так Поэтому Что касается Привлекательности Непривлекательности Человек Это такое Если мы говорим Опять же О разумном существе Да и в общем-то И неразумном тоже Если он умеет Мыслить Если в нем Какие-то мысли Задерживаются И они что-либо Порождают В этом случае Вокруг него Создается та атмосфера И тот мир Как он мыслит Он его порождает Взяв из мира Он что-то трансформирует Обратно возвращает Тем самым Меняя мир Опять в себя Что-то получая Так вот Если вы Занимаетесь Не тем Чем вам Необходимо заниматься То мир Так же будет Меняться В сторону Не того Который Нужен вам И поэтому Хотите вы Не хотите К вам будет Отношение Других людей Именно такое Каким вы себя Проявляете Даже в том Что никто не знает Никто не видит Вот это вы все Должны учитывать Если вы не умеете С этим работать То ну нафиг Тогда не занимайтесь Этим Тогда лучше Займитесь Аскезами Какими-то И занимайтесь Как сказал Дмитрий Вот создавайте Семью Следуйте Заветным предкам Следуйте Мудрым Каким-то Нашему Наследию И все у вас Будет хорошо Вот мой совет Такой Не выдумывайте Там велосипед А просто Включайте Здравомыслие Переставайте Быть просто Самцами Или самками И остановитесь Человеками И все будет Нормально Все будет хорошо Тогда все Будет на месте И мир будет Вас тоже Воспринимать Как частицу Самого себя А не как Некий такой Отброс Случайно Появившийся В этом мире Вот как-то так Благодарю Да Очень понравился Твой расклад Семья Семья Сеятель По совести От осознанности Ведь да Неслучайно Наши предки Говорили Что Когда Возможно Сейчас неправильно Что-то скажу Но Когда человек Чедородия Захотели В семье Формировать Ребенка Вот тогда Семья выпускалась А до этого Они совместно Раскручивали Свои сексуальные Вихри Не теряя Семени Но это все Было В семье Да Здесь необходимо Понять Что если Вы Хотите Себя Дополнить Своим Наследием То в этом случае Лучшее наследие Это продление Рода Это ваше Чадо Ваши дети И Вот в сексуальном Дурацком слове Сексуальном Все должно быть Направлено Только на Воссоздание Рода Только на Воссоздание Своего Потомства Здорового А здоровое Потомство Может быть Тогда Когда у вас Есть Понимание Осмысление Желание И Необходимое Количество Энергии Всех Видов Энергии Которые Мы знаем Вот Именно Для этого Если же Вы Тратите Направо Налево Все свои Энергии Любые Ну тогда Что у вас Останется На что-то Хорошее Ну как Вот есть Такая Заповедь Не отвечай Добром На зло Иначе Чем Тогда ты Ответишь На добро То же Самое Здесь Если Ты Направо Налево Раскидываешься Всем подряд Которое Никому Не надо Ну что Из этой Эрунды Тогда Может Породиться Ну и Все Здравомыслие Включайте Все Останет На свои места Дальше Идем Да Сашенька Задает Вопрос Дима В первую Степень Первую Ступень Сварги Ты Не будешь Преподавать Но Инструктора Как я Поняла Будут Вести Этот Курс Вопрос Вот Такой На твоих Занятиях Ты Создаешь Поле Мастера И Ключики К практикам На сайте Не указаны Значит Выход Только В том Чтобы Заниматься С инструктором Так как Самому Без Ключиков Практики Будут Неполные Что Касается Практики Были С ключиками И люди Занимались Даже И без Инструктора И без Меня Многие Занимались Скачивали Сайта И практиковали И достигали Результатов И вплоть до Того Что Люди И от Онкологии Избавлялись Бывали Случаи Что Я даже Не знал Когда Приезжали Делились Показывали Медицинские Карты До После Я только Потом С человеком Знакомился И поэтому Ключики Давались Просто Не везде Они описывали Что это Ключик Обратите Внимание Просто Было Раньше Описание Техники И в Некоторых Местах Так Были Описаны Да Вот Это Ключики Человек Что Касается Инструкторов И создания Поля Смотря Какой Уровень Есть Искусство Формирования Поля На занятиях Я не на всех Своих Точно так же Занятиях Формирую Поле Только Когда Человек Когда Мы Начинаем Заниматься Именно Духовными Практиками Поле Ускоряется Вернее Формируется Для ускорения Самосовершенствования На обычных Занятиях Либо На открытых Встречах Такое Тоже Не всегда Происходит Там Еще В зависимости От Объема Людей И От Своего Состояния Сейчас Некоторые Инструктора Способны Это делать И Также Формируют Но Сейчас Будет Как уже Говорят Поменялась Система Как я Говорил Закрыл И Вот Многим Людям Извне Кажется Что Система Закрылась Внутренне Перестройка Переходит Не только Во внешнем Но и Во внутреннем Сейчас Будет Подход И к Инструкторам Точно Так же Меняться Я Сейчас С октября Месяца И буду Заниматься По иной Программе С инструкторами Где Каждый Из них Будет Учиться Это делать Формировать Поле И Поэтому Качество Растет Как и Внешне Так и Внутренне Скоро И Качество Инструкторов Тоже Поменяется Так Дальше Пляшем Семен Вопрос Эфир На своем Сайте Дмитрий Писал Рассомане Гранулы 18 Тамильских Ситхов Насколько Эффективен Рассомане Стоит Ли его Покупать Стану Ли Я Ощущать Семя Сильнее И Насколько Когда-то Давным-давно Когда я Изучал Традицию Йогов Тайминских Ситхов То есть Изучал Рациональные Зерна Через Разные Традиции В том числе Из-за этого Там было Одно из Направлений Подобное Внешней Алхимии Это Рассомане В помощь Человеку Ищущему Но поможет оно Больше Человеку Мирянину Вставшим На пути Вот как я уже говорил Троичность Семеричность И трансцендентность Уровень мантра Троичность То Рассомане Это тоже Уровень Троичности То есть Начальная Стадия Самосовершенствования Оно Поможет Стать Здоровее Точно так же Как у нас Делали Серебряный Обод Медный Обод Все это Влияет На нашу Энергетику И на нашу Кровь И Рассомане Это тоже Одно из Элементов Сплавов Серебро Ртуть И еще Что-то Уже забыл Серебро Ртуть Золото Сплавов Специальных Которые Человек делает В измененном Состоянии Сознание Оно Точно так же Влияет На положительное Качество Крови Человека Энергетики Человека И вот Человек Который Встал На начале Пути Самосовершенствования Он еще Не чувствует Энергию Со здоровьем У него еще Там есть Какие-то Проблемы Это да Поможет ему Стать здоровее Развить Свой энергетический Потенциал Человек же Который уже Развивается Активно Он чувствует Свою энергию Тело Крепкое Здоровое Говорить За себя То Когда У меня Было Росомание Я Особых Изменений Не почувствовал Это я могу Сказать Были люди Которые Почувствовали Изменения Я не Почувствовал Хорошо Вопрос Эфир От Виктора Дмитрий Используешь Ли ты Или Использовали Практику Очищение Сознания С помощью Гипоксии Что Можешь Сказать Об этой Практике Гипоксия Да Я не использовал Но знаю Про эту Практику В некоторых Службах Я также Использую Меня Эта Психу Ну вообще Как она Работает Человек Ну в принципе Знают Это Так сказать Замыкает Как даже Правильно Сказать Вот эти Вот наши Дыхательные Пути В общем Человек Находится Без кислорода Длительное Время И потом Насыщается Активно СОО2 Вплодо Такие Жесткие Варианты Но это По сути Как адреналин Вот точно Та же Когда человек Испытал Шок У него Скажем так Взрываются Его энергетические Ресурсы И с целью Самосохранения И энергия Из его Энергоцентров Начинает Из нижнего Царства Усиливать Центральную Нервную систему Человек Вы знаете Испытывая адреналин Может там Бегать Прыгать Сильнее Активней И то есть Сущность Используя Свой Внутренний Ресурс Причем Моментально Взорвав Его Самосохраняется Но зато За это Она расплачивает Этим Выбросом Энергетическим Можно Заметить Что увеличится Потом Сон Либо Сокращается Продолжительность Жизни Так как На подобные Вещи Именно Расстрачивается Наша Пренатальная Энергия То есть Духовная Сила То же самое С подобными Вещами Мы Принуждаем Себя Взорвать Свой Духовный Потенциал Ресурс СО2 То есть Кратковременный Выброс Мы Набрали Там Оздоровили Накопили СО2 Психу Равновесили Но потом Человеку Нужно Восстановиться Восстановиться Энергетически Чтобы Восполнить Свой запас Пренатальной Энергии То же Самое Третий Вариант Сегодня Очень часто Любят Активно Длительное Время Заниматься Техникой Дыхательной Так называемое Дыхание Волка То что Там На востоке Называют Быстрое Дыхание Там В эзотерике Называют Когда дышит Человек Быстро Огненное Дыхание Вот да Дыхание Волка Первые 10 минут Дает Регенерацию Дальше Она дает Стресс И многие Подсели На это Измененное Состояние Сознания Как Который Как адреналин Точно так же Взрывает Нашу Пренатальную Энергию И человек Входит В измененное Состояние Сознания Как им Казалось бы Но это Точно так же Расстраты Своей Пренатальной Энергии Вот что Подобное Ограничение В кислороде Что Длительное Дыхание Волка Что Адреналин Это все Расстраты Нашей Духовной Силы С целью Его потом Восстановить Это Кратковременное Воздействие Чтобы Компенсировать Какое-то Воздействие И все Хорошо Так Смотрим дальше Какие вопросы Поступали Напоминаю Что вопросы Мы принимаем Из чата Так что Если кто еще Не зарегистрировался То вот Если есть вопросы Пожалуйста Регистрируйтесь Зайдите на сайт Народного Славянского Радио Так и наберите Народное Славянское Радио Сейчас появилось Много сайтов Которые К нам отношения Не имеют Какие-то Созвучные Есть слова Вот Но туда заходишь Там Ненародное Славянское Радио Совсем Так и набирайте Народное Славянское Радио Славомир Точка Орг Славомир Точка Орг Там Ищите Слово Чат Регистрируйтесь Логин Пароль Все придумайте Раз и навсегда И после этого Уже можете Задавать вопрос Общаться с друзьями Следующий вопрос Поступил от Валеры Добрый вечер В середине Августа Этого года Со мной Произошел Спонтанный Выход В трансцендентную Медитацию С продолжительностью На полтора часа Сначала я стал Вытирать Какую-то Слизь на руке А потом Появилось Ощущение Чужого тела Отсутствие Мыслей И возможности Разговаривать Находился В обществе Своей дочери И двух друзей Которые Испугались Словами Конечно Сложно Передать Свои ощущения Но было Очень светло И радостно Сейчас ясно Понимаю Что этот выход Был Многомерность Как ты думаешь Почему это Произошло Спонтанно То есть Не по моей Инициативе И как вести себя В подобной ситуации Если она Повторится Заранее Благодарю Ну вообще Трансцендентность Человек будет Так сказать Расширяет сознание Повышается Вибрации Скажем так Те вибрации Которые мы Сегодня называем Вибрации мозга Альфа, бета Тета, дельта Частоты Применимы Эти выражения И вот человек Повышается вибрации И вот Трансцендентность Начинается Когда человек Ходит в дельту То есть В ноль Так сказать Пик своих Безграничных Вибраций До этого Тоже человек Ходит в измененное Состояние сознания И вот человек Занимаясь Практиками Допустим Техниками Держания Внимания Сосредоточения Прибывая В них Ни на секунду Не отвлекаясь Идет процесс Поднятия вибраций И он ходит В эти состояния Сознания Либо точно так же У нас вибрации Поднимаются А когда человек Влюбился В вибрации Поднялись Ну конечно Не до трансцендентности Но тем не менее Когда мы Веселые И счастливые Вибрации Растут Когда человек Испытывает Страх Шок Стресс Вибрации Падают И так как Чувство Влияет На наши Тоже Тоже самое Ювелир Первый Допустим Копить Что-то Измененное Вопрос Фотоотделение Пищеварение Действие Это Ожидаем Не прошло Не прошло Нескольких Для меня Не только Знания Теоретические Но и Личного опыта Как Ум И психика Влияют На нашу Структуру Тела Вот в принципе Мой ответ На оба Вопроса Хорошо Семен Следующий Вопрос Эфир Есть ли Возможность У вас Дмитрий Приобрести Сборник Наиболее Мощных И тотальных Техник Самосовершенствования Вам известно Спасибо Огромное Ну Какой-то Сборник В котором Было бы Описано Весь Путь Самосовершенствования Конечно Я таких Сборников Не знаю Лично Мне приходилось По По крупицам Не знаю Крупицы Это для меня Потому что Выискивать Вылуждать Это из разных Традиций Эти рациональные Зерна Собирать А вот Чтобы где-то В одном Сборнике Это было написано Не знаю Есть практики Где хорошо Описан Путь Для развития Энергетических Энергетической Эфирной Структуры Тела Есть Техники Очень хорошо Описаны Для Развития Сознания Для увеличения Своей духовности Очень Сильную Технику Я узнал Именно В Спасе На Украине Изучал Технику Когда Воронь Дозор Я просто Это поменяло Мой кругозор На подход К техникам Самосовершенствования Прям Вырисовались Такие Рациональные Зерна И мозаика Из пазла Сложились вместе Когда Когда Человек Занимается Визуальной Концентрацией Аудиальной Тактильной Концентрацией И еще Глубина Каждых Из этих Трех Направлений Ментальная Концентрация Когда Человек Наблюдает За умом Потом За внутренним Диалогом Потом За наблюдателем Пока Не увидит Свой Ясный Дух И вот Именно Техника Вот этого Вороньего Дозора Я узнал Там Другой Сегмент Рацион Ключ Который раз Репазда Сложил Поэтому Один Единый Сборник Где Будет Описано Техники Для Тела Для Души Для Духа Я Таких Сборников Не знаю Дальше Следующий Вопрос Семен Задает Последний Вопрос Есть ли Техники Развития Притягательности Для Противоположного Пола Где Их Найти Все Очень Просто Как Не Странно А Возможно Странно То Что мы Думаем То Мы И Чувствуем То Что мы Чувствуем То Мы И Излучаем А то Что мы Излучаем То И Получаем Обратно Вот Именно Человек Находясь В своем Состоянии Душевном Психическом Либо Том Либо Другом Формируется Вокруг Нас Видогон То Что Называют Аура Поле И Уже Человек Под Сознаниями Мы В первую Очередь Соприкасаемся И вот Человек Допустим Волевой Твердый Душевный Жизнерадостный У него Одно Поле И Допустим Противоположный Пол Допустим Девушки Они Сначала Почувствуют Это А потом Уже Включится Ум Начнет Оценивать И Чем Хаотичнее Был Ум Второй Половинки Тем Быстрее Она И Глубже Начнет Перестраиваться На эту Рациональную Оценку Но Первое Это Мы Своими Подсознаниями Начинаем Свои Поля Интерпретировать И вот То Как мы Себе Чувствуем И Глубоко Так И То Излучает Наше Поле И Допустим Мужчина Этистское Выражение Хочешь Найти Богиню Стань Богом Хочешь Найти Бога Стань Богиней И Вот Что Хотим Мы Допустим Найти Какую Половинку Такие Каче Начинаем Взращивать Себе Удерживать И Формировать Их Точно Так же Как Допустим Концентрация Когда Человек Концентрируется На Самое Простая Точка На стене Либо Пламя И Свящи И Человек Занимается Техникой Концентрации Сознания Держания Внимания То же Самое С Формированием Чувств Излучения Только Человек Концентрируется Не на Визуальном Объекте А на Своем Чувстве Допустим Человек Хочет Возвращать Свою Волю Он Сначала Говорит Проговаривает Как Наподобие Афирмаций Там Я волевой Я волевой Потом Говорит Без Движения Языка Только Мыслями А потом Уже И Откидывает Мысли Держит Только Чувство И Вот Когда Мы Только Начинаем Держать Чувство Ощущение Воли Допустим Будет У человека Увеличиваться И Человек Должен Научиться Минимум 5 минут Держать Это Чувство Чтобы Оно Начинало Естественно В нем Увеличиваться Оторвался На секунду Отвлекся На свои Заботы Время Эти 5 минут Найдет Все Заново И Так Можно Взращивать Абсолютно Любое Чувство Которое Допустим Человек Хочет Себе Взрастить Как Говорится Хочешь Стать Успешным Сначала Почувствуй Себя Успешным Хочешь Стать Волевым Сначала Почувствуй Себя Волевым Либо Хочешь Стать Допустим Для Девушек Красавица Сначала Почувствуй Себя Красавицей А Чтобы Почувствовать Себя Красавица Надо Сначала Включить Ментал Образ Создать И Все Начинается От Образа Потом Чувство Мы Усиливаем и взрастить. Хочешь найти богиню, стань богом, почувствуй себя богом. Соответственно, хочешь найти бога, почувствуй себя богиней. Вот самые прямые практики. Но это практики для чувств. Это так, мы называем это так, красить золото золотой краской. То есть мы уже от природы бог, мы имеем полноценные чувства, но пока у нас есть психика, мы не можем это тотально прочувствовать, потому что накопили поверх этого еще всевозможные сомнения внутри себя. И поэтому то, что я сейчас объяснил, это красить золото золотой краской. То есть поверх своих сомнений наложить печать положительную. Высший же путь, но это он более сложный, это войти в состояние вороньего дозора, то есть войти в состояние видения внутреннего объекта наблюдения и объекта наблюдателя входят в единое. Либо укорениться в тотальную концентрацию. Это уже более высокий путь, но он посложнее. Проще это то, что я объяснил, взращивать чувства и удерживать их. Ну, если интересна еще точка зрения старого ухальника и лавеласа, то в этом случае я могу тоже поделиться кое-чем. Да, конечно. У меня тоже будет любопытно. Опыт, пройденный тобой. Ну, не совсем и опыт, я, конечно, шучу. Но, значит, ситуация-то какая. Здесь написано было техники для притягивания противоположного пола. Ну, противоположный пол включает вообще кого угодно. Есть и проститутки противоположного пола, есть и бабушки-старушки, которым ты уже будешь в любом случае неинтересен, есть маленькие девочки, которые ковыряются в песочнице. Все-таки я бы не стал так вот широко разбрасываться притягивания противоположного пола, а несколько бы сузил рамки. Сузил рамки для чего? Чтобы понять, а кто тебе вообще нужен? То есть тебе нужна кто? Девица для развлечения? Тебе нужна умная собеседница, типа гейша? Или тебе все-таки нужна спутница жизни, которая с тобой вместе создаст семью и нарожает тебе детей продолжение твоего рода? Кто тебе нужно? Вот сузить, во-первых, рамки до этого. И когда сузятся они, тогда уже будет понятно, направление, куда тебе двигаться и каким себя представлять. Второе. Когда ты хочешь кому-то понравиться из противоположного пола, то в этом случае ты должен представлять, а что вообще от тебя в ответ противоположный пол захочет получить? Захочет ли он, опять же, получить мальчика какого-то там френдбоя, который на какое-то время нужен просто для потехи? Или как кошелек какой-то денежный, который будет спонсировать? Или все-таки человека, который будет опорой в жизни и которому она нарожает детей? Вот с этой точки зрения тоже надо посмотреть. То есть, с одной стороны на себя, с другой стороны на нее. И в этом случае рамки сузятся до такого уровня, когда будет понятно, кто тебе нужен и кому ты нужен. Вот это все вместе породит некую связь с тем человеком, который единственный для тебя существует. Это касается и мужчины, и женщины. И тогда станет проще уже быть привлекателем не просто для всех противоположного пола, а именно для того, который тебе необходим по жизни. Но самое главное – это работа над собой. Если ты понимаешь, что ценят в противоположном поле те, кого ты ищешь, то в этом случае ты начнешь взращивать в себе те самые качества. Какие качества женщине нужны в мужчине? Вот просто задай себе эти вопросы, пообщайся со своей мамой, пообщайся с какими-то сестрами, может быть, там, знакомыми женщинами, которые уже опытные, которые познали все горести и радости этой жизни. Они тебе скажут, мальчик, для того, чтобы женщина на тебя обратила внимание, тебе нужно быть вот таким, таким и таким и таким. Она хочет от мужчины вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. А потом посмотри в зеркало на себя и скажи, вот это, вот это, вот это есть во мне? Если это в тебе есть, отлично, ты на правильном пути, ты подходящий объект для внимания, той самой единственной, которая нужна и тебе, и которой нужен ты. И вот тогда все становится на свои места. Если в тебе в отражении ты не видишь этого чего-то или не чувствуешь энергии, или не чувствуешь каких-то качеств, то в этом случае тебе еще больше повезло, у тебя есть возможность самосовершенствоваться. Ну и третье, что необходимо, наверное, это понять, а где может быть та единственная, в каком месте и в какое время, которое необходимо тебе для жизни, и которое ты необходим для жизни. Если ты хочешь создать крепкую, здоровую семью, вряд ли ты пойдешь в какой-то притон, чтобы там искать какую-то девицу, вряд ли ты пойдешь на какую-то вечеринку, тусовку, где там полуобнаженные, раскрашенные, не пойми кто, с пьяными мордами лезут тебе там приставать и так далее. Вряд ли пойдешь в какой-то кабарет, ну и так далее. То есть еще необходимо учитывать время и место, где искать свою единственную или искать своего единственного. Вот когда вот эти три фактора вместе сольются, вот тогда все у вас получится, все хорошо. А просто так заниматься практиками, а бы лишь бы на меня обратил противоположный пол, ох, это опасно. Как бы потом этот противоположный пол тебя не достал своим вниманием. Любая мысль материальна. Потом как бы не удушиться от того, что слишком много внимания к тебе от противоположного пола и от всех подряд. Ну вот, как-то так. Урок старого вела сопройден. Давай дальше. Итак, вопрос в эфир от Василия Изомска. Дмитрий, ты говорил, что осознанный сон – это шаг вперед, а остальные путешествия и внетелесные путешествия – шаг назад. Чем отличается в твоем понимании внетелесные путешествия, астральные путешествия, осознанный сон – это выход вновь? Как отличить, где ты находишься в основном сновидении или астральные путешествия, внетелесные путешествия, если при пробуждении оказываешься во внете, лесном путешествии, как из этого состояния выйти и созданное сновидение. Благодарю за ответы. С уважением, Василий, город Омск. Вопросов много. Ты вообще осилишь все вопросы? Да, я понял. Очень, в принципе, в большом счету коротко. Когда мы путешествуем в тонком плане, так называемый зазеркалье, назовем это нафь, неважно, верхняя светлая, нижняя, тонкий план, нафь. Когда мы можем путешествовать в наве, либо в своем астральном теле, навьем, соответственно, либо в своем колобе, ментальном теле. И вот когда мы выходим в астральное путешествие, мы находимся в наве, ну, в своей оболочке астральной. Когда же мы путешествуем в осознанных снах, мы не выходим, так сказать, в одно из тел. Вот точно так же, где мы, туда стремится энергия. Вот точно так же, когда человек идет по улице, сам с собой разговаривает, сам с собой общается, мысль летает в облаках, растращивается энергия. И вот когда человек в астральном теле путешествует, он вышел из своей структуры всех тел, своей целостности, то энергия присутствует только в астральном теле. Вся остальная структура в этот момент обделена энергией и работает своим энергетическим потенциалом на поддержание этого астрального тела. В осознанном сновидении человек никуда не выходит, он остается в присутствии. И он уже просто, осознав себя во сне, он продолжает путешествовать, да, в наве, в тонком плане, вибрациям, которым соответствует, но не вышел из тела, он не нарушил структуру целостности. Он просто пребывает, осознает себя в этом тонком плане. Астральные путешествия – это выход из тела. И вот чем отличить осознанный сон от астрального путешествия? Когда мы путешествуем в астральном теле, мы вышли из тела, и мы способны видеть свое физическое тело со стороны. Все, значит, наш наблюдатель вышел из тела, и целостность все нарушена. Когда же мы в осознанном сновидении, мы остаемся наблюдателем. Выхода души, так сказать, в тело астральное не было. Целостность сохранена. То есть и астральное путешествие, и осознанный сон – это мир зазеркалия, мир подсознания, то есть нафиг. Но в астральном путешествии мы вышли из тела, потеряв целостность. А в осознанном сне мы сохранили целостность, оставили всю структуру полной. Хорошо. Идем дальше. Дима задает вопрос в эфир. Здравия всех с новолетием. И как долго, Дим, ты делал жгонку, веретено? Как часто и поскольку, какое действие ты наблюдал, чувствовал, насколько эффективно это упражнение, и почему жгонка не вошла в твою систему? Благодарю. Благодарю за вопрос. Хороший, практический. Что касается жгонки в системе аналогичной. Жгонку веретено я применял, я практиковал, но я практикую с велю. Жгонка – это одна из разновидностей, один поток, так называемый, в вертикальной плоскости. Мы начинаем вращение, порождая, соединяя восходящий и нисходящий поток. Свеляжи – это более высокий уровень, нам необходимо вертикальную ось соединить, потом горизонтальную и поперечную. Три свели, то есть три спирали одновременно воссоздать. Но пока у человека дисбаланс полушарий мозга, слабая координация и контроль тела, ему это будет крайне тяжело. Поэтому мы практику изучаем. Это подобные вещи спиральные, они очень сильные, очень хорошие. И человек, да, мы на первом уровне ее не используем, мы используем просто другие практики для вертикальных потоков. А уже со второго уровня начинаются спиральные потоки, спиральные практики, соответственно. И там уже незачем уж гонка, когда есть свеля. По сути, свеля что такое представляет? Это соединение. Первое – веретена, самое простое. Второе – на веретену накладывается свеля-лад, когда гармонизируются все наши внутренние стихии. А уже на лад, на вторую свель, накладывается третья свеля, которая называется стан – измененное состояние сознания. И вот все три вместе свели человеку необходимо порождать, формировать. Веретено, то есть жгонка – это лишь одна из свель, самая первая, базовая. В принципе, все. Мы практикуем на втором уровне, только более сложный ее вариант. Хорошо, идем дальше. Так, Сашенька. Как мне нравится, когда люди так называют. Сашенька. Вопрос в эфир. Дима, скажи свое мнение. Если на работу встаю в пять, а возвращаюсь в двадцать один – кошмар какой. И практиками занимаюсь не систематически, это значит, внутри меня есть блок, который препятствует знаниям, практикам или поменять работу все-таки в пользу практик? Ну, здесь то, что, допустим, мы имеем сегодня, блок. Это не значит, что мы можем его иметь сегодня. Мы можем этот блок быть сформирован нашим прошлым, допустим, воплощением, которое сегодня он нас так тренирует, дает время на практике, либо не на практике. А, возможно, это не блок, а пока есть такой плацдарм для наших практик. Практики же можно делать не только в статике, сидя дома, а в движении, к примеру, дыхание. На три шага вдох, на три шага выдох, либо потом на десять шагов вдох, либо на десять шагов выдох, либо задержка на пять шагов, потом через неделю на десять шагов, и так увеличиваем. То же самое в транспорте. Я помню, когда был студентом, у меня времени было катастрофически мало. Я днем учился, ночью подрабатывал, чтобы существовать, работать, обучаться. А вечером я занимался практиками, и многие практики я сделал в транспорте. Точка впереди сиденья, всматривался, осматривался, держал во внимании. Во время движения ходьбы до транспорта я ощущал, как передвигаются мои кисти, потом передвигаются стопы, потом одновременно кисти, стопы. Такое держание внимания, техника во время ходьбы. Также самые дыхательные практики во время движения выполняем. В движении мы можем колоссальное количество практик выполнять. А ведь самые-самые главные, основные, это концентрация и дыхание. А уж их мы можем в движении выполнять однозначно. И со временем, со временем будет высвобождаться, играть синхронистично событий, и высвобождаться время формироваться для более качественного проявления своих практик. То есть ты предлагаешь не терять время попусту, когда вы куда-то транспортируете свое тело, а заниматься, используя каждую минуту, каждую секунду по возможности, но при этом не забывать про технику безопасности. Конечно, конечно. Именно практики, то, что мы назовем сессии, вот сесть, допустим, в практику, это ведь только для начинающих. Со временем человек начинает заниматься практиками и помимо сессий. И пока его присутствие не станет 24 часа в сутки. Все практики – это лишь инструмент для того, чтобы прийти в это, чтобы мы пребывали в этом состоянии все бодрствующее время. Едем, мы осознаем, что мы едем. Идем, мы осознаем, что едим, контролируя процессы вокруг. В общем, задача такая, чтобы жизнь стала одной единой практикой. Главное – понять, в какую сторону вы практикуете, что вы хотите достичь. А вообще такая шутка мне нравится. Если работа мешает отдыху, ну и нафиг такую работу. А если его дальше продолжить, а если отдых мешает практикам, то задумайтесь, зачем вам нужен такой отдых. Да, здесь человек должен ценности расставить, приоритеты. Либо иметь искусство, умение это совместить. Да, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому думайте, для чего вы вообще работаете, чтобы жить. Вопрос – а если уже такая работа мешает жизни, то, может быть, на самом деле как-то по-другому взглянуть на вопрос подбора работы. Вопрос – эфир от Олега из Иркутска. В ведах заповедей богов, наставлениях мудрых людей в славянском мире есть понятие «долго перед родом». Но, допустим, что человек понимает, осознаёт, чувствует, что у него негативная карма, болезненная наследственность, и он не в силах что-то изменить. То будет ли нравственным действом в таком случае отказ данного человека от потомства, но при этом не пойти против воли богов. Как это сделать? То есть, выкручивайся, Дмитрий, ты мудрый, я знаю, благодарю. Олег из Иркутска. Человеку препятствует самосовершенствование только его воли и стремления. Ничто не препятствует развитию человека, так сказать, кроме него самого. И нет ни одного состояния, через которое человек не мог бы выбраться. Весь наш род, это, по сути, в нашем подсознании находится. Человек не способен изменить свою, допустим, родовую, скажем так, такую вот карму. Не потому, что у него это ноша неподъемная, а потому, что он либо не знает, как это сделать, либо второе, отсутствие воли, ленность, леница. То есть, либо от ленности, либо от незнания. Как это сформировать? Недостаточно сил, либо незнания, как это сделать. А так, как уже говорил, карма родовая, род это в нашем подсознании. На уровне подсознания мы все являемся родственниками. И там уже по глубине подсознания глубина родовая, соответственно. Прямой инструмент для проработки своей кармы это духовная практика. Сокровище Духа, как уже говорил, это внимание. Усиление внимания расширяет сознание. И человек сначала становится осознанным и в присутствии на уровне сознания становится наблюдателем. Его сознание становится чистое, как чистый лист бумаги, остановка внутреннего диалога. Только после этого начинается чиститься его подсознание. И подсознание начинает очищаться. Пачками начинает очищать его кармические узлы прошлых воплощений. Не так, когда человека погружают, давай-ка вспомним одно воплощение, потом второе воплощение, третье. Это так называемый путь троичности. А именно, когда человек занимается сознанием, то же самое вороний дозор, либо технике глубинной концентрации. Тогда он пачками начинает очищать свое подсознание, и тогда уже способен любую свою кармическую узел растворить. Поэтому все можно сделать. Человек не может сделать только, либо не знает, что есть такой вариант, либо не знает как, либо знает, но нету сил. Так, ну здесь тоже можно помудрствовать, но я благодарю, что я ответил. Не буду включаться дальше своими комментариями. Дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир. Крепкого здравия, Дмитрий, с новолетием. Вопрос такой. Мантры славления богам обязательно нужно читать вслух или можно про себя? Благодарю. С новолетием тоже здравия. Мантра должна быть не на языке, а на сердце. У предков было выражение «Один год молитв заменяет один час сосредоточению». «Один год молитв заменяет один час сосредоточения, а один час глубокого сосредоточения заменяет одна минута пребывания в кипятке». Итак, мантра – это самый дальний путь в себя взращивания, самый долгий путь молитвы, так называемые. И вот они должны быть не на речи. Мы можем на языку много хороших слов наговорить, много сложных мантр выучить. А самое главное – это умение произносить их сердцем. То есть любая молитва, либо мантра, скажем так, либо треба, у них есть несколько уровней обуздания, у них самосовершенствование. И вот сначала, когда человек проговаривает ее речью, то есть язык наш еще говорит, говорит, говорит. Вторая стадия – это когда он способен проговаривать ту же самую молитву, но уже язык не шевелится, то есть ментально. И следующий уровень – это когда он способен ее сердцем чувствовать и входить. Как это почувствовать сердцем и как это входить? Необходимо пройти вот эти вот стадии. Сначала научиться речью, потом, когда ментально человек начинает без речи говорить, 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 мы начнем чувствовать, что мы входим в какое-то состояние, которое определяет эта молитва. И цель тогда уже удержать это состояние и удержать ее состоянием, то есть сердцем. Итак, это глубина мантр, то есть три этапа восхождения в пути мантр либо молитвы. Ну, как уже говорил, этот путь усиливает, так сказать, год молитвы, заменяет час глубокого сосредоточения. Это еще более высокий путь самосовершенствования. А один час глубокого сосредоточения заменяет одну минуту в кипятке. Это еще более высокий уровень. Итак, мантры – это последнее звено в цепи самосовершенствования. И вот я расписал только что три этапа формирования в них. Самое главное, чтобы она была не на языке, а на сердце. Хороший ответ мне понравился. Да, именно последовательность, мне кажется, именно такая. Начинается с того, что понятно, потом переходит на следующий уровень. В конечном итоге надо сделать так, чтобы это было естественно и это была сама жизнь. И тогда, в общем-то, все хорошо получается. Здорово все разложил. Так, дальше. Вопрос эфир от Василия из Омска. Дмитрий, ты говорил, что семья способствует духовному росту. В теории все красиво и правильно. На практике получается все наоборот. Из-за своего несовершенства страдаешь сам, причиняешь страдания другим. Неумышленно. Так, не лучше ли поменяться сначала качественно самому, а уже потом гармонично выстраивать пространство вокруг себя? С уважением, Василий Омск. Благодарю, Василий. Я просто не пойму, а в чем страдаю я, своей семьей. Не-не-не, он просто привел, что ты это говорил, а дальше он про себя уже. Ну, рассказывал, я боюсь, конечно, про себя, просто рассказывал часто случающую ситуацию. Человек, когда сам, он как-то совершенствуется. А вот там выскочил замуж или женился, и начинаются там мучения, до какого там самосовершенствования. Может, он говорит, сначала ли, может, самому качественно измениться, а потом уже гармонично выстраивать пространство вокруг себя, в том числе и семью. Понял. Человек выбирает, так сказать, береношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, как раньше говорилось. И каждый человек выбирает под себя. Сначала, допустим, один человек знает так. Моя сильная сторона – это, допустим, внешний. Он может сначала завести семью, а потом формироваться духовно. Другой – так. Моя сильная сторона – интуитивность, духовность. Он может сначала реализоваться там, а потом соединить. Либо человек взял и сразу два поприща по себе развивает. Тут каждый под себя, по своим возможностям, применяет, использует. Можно прийти от внешнего к внутреннему, можно прийти от внутреннего к внешнему, соединить, соответственно, и то, и другое. А можно постепенно и то, и другое. Тут каждый сам выбирает в зависимости от своих сильных сторон. Ну, как-то есть такое выражение, я слышал его, что проще всего заниматься самосовершенствованием в монастыре где-нибудь или вообще удалившись от мира. Но каков будет эффект, каков будет вес этого самосовершенствования по сравнению с тем, что если самосовершенство человека произошло где-нибудь в обществе, да еще в том, где тебе кто-то пытался мешать или создавать какие-то условия для того, чтобы ты более крепким был. То есть это можно сравнить. Вот растение выросло в тепличных условиях, на какой-то гидропонике. Вкус плодов вот такой. Растение достаточно хилое. Там гидропоника закончилась, и все, растение померло. Или растение, которое боролось с сорняками за свой участок земли, солнышко, воды и так далее. И вот плоды мощные, скрепкие, витаминами полны. И такое растение уже не боится ничего. Вот какой будет плод от этого растения более ценен? А тот, который тепличное, не пойми как, или то, которое вот само пробилось, взросло и при этом дало крепкие плоды. На мой взгляд, естественно, что вот в этом случае... Благодарю тебя за этот пример. Ты мне сейчас рассказал, а я вспомнил то, что когда-то меня, так сказать, своего рода, можно так сказать, вдохновила. Одна притча, быстренькая, коротенькая. Считаю нужным ее тоже рассказать. В общем, она мировосприятие семеричности, то есть уровень там людей-боги, но тем не менее важна суть. И вот в одной маленькой семье родился ребенок. Семья эта занималась духовными практиками, и очень быстро, с самого раннего возраста, они начинали обучать духовностью своего ребенка. Семья эта жила в городе, который поддерживал духовное стремление. А город находился в стране, которая также позволял и помогал духовности развиваться. Страна эта находилась на планете, которая экологически вся цвела и благоухала. И вот этот маленький мальчик очень быстро достиг духовных высот, появляется перед Богом и говорит, ну вот я какой молодец, посмотри-ка, так сказать, на меня, я уже реализовался и стал Богом, как и ты. Но что-то там отвечает, что да, ты молодец, ты очень быстро ко мне добрался, а теперь возьми, перевоплотись в семье, которая будет тебя не понимать. Семья эта будет находиться в городе, который будет далек от духовного самосовершенствования. Соответственно, город это находиться в стране, которая будет не поддерживать духовные стремления. А страна эта будет находиться на планете, которая будет далека от экологических идеалов. И вот тогда-то ты сможешь до меня добраться. И вот к чему я рассказал, это то, что на более сильных тренажерах тренируются только сильные души. И поэтому сильные души за слабые тренажеры для того, чтобы стать лучше, не берутся. Как шахматы. Чтобы хоть стать лучше, тренируйся с более сильным шахматистом. Так и все внешние условия вокруг нас. Это лишь мы проявляем, чтобы стать более сильнее, лучше в своем духовном, душевном и телесном качестве. Еще надо понимать, что для каждого в этом мире есть свой тренажер, который соответствует его духовному потенциалу, его предназначению и так далее. Вот в этом случае хороша притча, когда просветленный человек идет, и надо ему перебраться на другой берег реки, он подходит к лодочнику, после того, чтобы договариваться о перевозе, смотрит, рядом мальчик в песке ковыряется, подбрасывает вверх пыль, наслаждается, радуется, смеется и так далее. Он подходит и говорит, мальчик, ты занимаешься ерундой, ты бы стал медитировать, потом достиг какого-то уровня просветления, стал бы великим человеком, рассказал ему всю жизнь свою, как он этого достигал. К 50-60 годам станешь просветленным, у тебя ученики будут, ты будешь уважаемый и так далее и тому подобное. Ну, мальчик послушал, затормозился с игрой, ну, человек сел в лодку просветленную и поплывал. Ну, плывут они, он о чем-то своем там думает, медитирует, вдруг слышит такие шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, по воде поворачивается, смотрит, мальчик бежит, дяденька-дяденька, а что такое медитация? Ну, да-да-да-да. Мальчик, иди, говорит, в песке занимайся, тебе это не надо, играй в песке. Вот, из этой же серии. Кому-то нужны турники, кому-то гантели, а кому-то вообще ничего не нужно, потому что он все это уже прошел. Так что я не хочу призывать кого-то заниматься медитациями или, наоборот, ничем не заниматься. Вы должны, как здравомыслящий, самостоятельный человек, выбрать тот упражнение, тот предмет, с которым будете заниматься, или те предметы, с которыми будете заниматься, образ жизни, который вам положен по вашему предназначению в этом мире. То есть то, о чем мы говорим, мы говорим вообще. Это не означает, что надо вообще все сразу хватать и сразу за все цепляться. Вам необходимо выбрать для себя. Мы только так, сотрясаем воздух для того, чтобы как-то на здравомыслие повлиять. Или, может быть, кому-то, кто уже достиг этого, помочь сформулировать мысли в разговоре с каким-то другим человеком или подчеркнуть что-то для себя. Не более того. Я, например, никого, ни к чему не пытаюсь призывать в последнее время. Как-то уже… Так и есть. Так и есть. Так, дальше продолжаем. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. С какого периода в истории Ариев появилось понятие и практика постов? Ведь зачем нужны были они, если в древности Арии питались растительной пищей? Благодарю. Я думаю, что касается постов, возможно, я недалек в глубокое познание истории, возможно, это уже пришло нам с христианизацией. Хотя, может быть, и раньше. Но тогда, если… Если пост разбирать по… То, что сегодня привыкли разбирать, как по очищению телеса творяши, кто-то там у нас из таких вот товарищей и развернуло там. Возможно, и раньше христианизация была. Ну, наверное, здесь надо учитывать, что когда было всё гладко и ладно, что когда у нас были довольно приемлемые условия проживания, и когда хватало растительной пищи, а для кого-то и праны, с малолетства кто-то этим занимался, да, и так далее, и тому подобное, то, наверное, какие-то посты были не нужны. На мой взгляд, пост стал появляться в те времена, когда происходили изменения климата, и после некоторых катаклизмов, ведь описывается в ведах, что пища становилась малосъедобной, одна, например, более привычно, необходимо было переходить на другую пищу для того, чтобы выжить, потом переходить опять на другую и так далее. И вот те условия жизни, которых мы сейчас существуем, они очень сильно отличаются от тех древних, которые были изначально, кто-то называет это в Арктиде, кто-то в Дарии, кто-то в Гипербореи, кому как нравится. Я не претендую на какую-то правильность выбора этого названия. Ну, условия те, описываемые в ведах, и условия проживания сейчас разительно отличаются друг от друга. А посему, так или иначе, человек, который употребляет пищу, явства какие-то, ему так или иначе тоже необходимо перестраивать свой организм для того, чтобы зимой употреблять вот такую пищу, которую он заготовил сам, если так мы судим, что человек живет на земле, он же не получает, под снегом клубника не растет, и яблоки в снегу не цветут в обычных условиях. Поэтому он ест, например, родную траву в одно время, другие плоды в другое время, дальше там что-то еще в третье, потом соленья идут, потом еще что-то и так далее. Ну, траву я так условно применил, когда она появляется, зелененькая, свеженькая. Не в смысле там кого-то поругать, как сейчас нас там травоядным кого-то называют. Вот. Осенью, зимой и в начале весны естественно приходится питаться с заготовками. Организм такая интересная штука, что он существует не сам по себе, а в нем живут, помимо всего остального органов, в нем живут еще множество бактерий, которые в один день перестроиться не могут. И необходимо взращивать какие-то бактерии для того, чтобы они могли переходить на новый образ питания, на новый вид питания. И это, в общем-то, не один день. Бактерия за один день быстро развивается, но не так, как нам бы хотелось. И поэтому существуют недельные посты или чуть ли не на полмесяца посты. Кто-то там вообще целый месяц. Вот для этого существует голодание и так далее. То есть, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то тогда все становится свои места. Если мы рассматриваем, что просто это какие-то усилия над волей, то это по-другому. Если мы рассматриваем как лечебное что-то, это третье. Поэтому, опять же, включайте здравомыслие, да и откроется мир вам в лучших своих качествах. Вот как-то так. Если согласен, то кивни. Если нет, то вы дальше. Да, вполне я прям убежден, что действительно, скорее всего, так и было, что условия, допустим, та же самая катастрофа либо еще что-то, это первый признак, что человек должен был приспосабливаться к изменению в своем питании. А потом, соответственно, они почистятся, и посты пошли. Это, да. Хорошо. Дальше вопрос от Самар. Вопрос в эфир. Дмитрий, ваша супруга практикует практики концентрации или вообще? Или ваше общее энергетическое поле семьи держится больше на вашей осознанности? Нет. Она выполняет свои практики. У нее есть также свои практики, которыми она занимается ежедневно. Причем, конечно, они отличаются от моих. Но она у нее есть свои занятия, да. Она достаточно свой сильный человек, свое поле. Мы здесь только дополняем друг друга. Некоторые скажут, о, повезло, Димон, классно как. Человек сильный. Мне повезло. Со своим полем. Да, и умудряется заниматься своими практиками. Прямо мечта. Ладно, дальше идем. Семен, вопрос в эфир. Планирует ли Дмитрий организовать тренировочный лагерь или поселение? Такие боевики бородатые там. Да, планирую. Стоп, стоп. Ты про боевиков или про лагерь? Не-не-не. Планирую про такие нападу и поселения. Пока мы еще не называем это поселение. Ну, а так, да, планируется такое собрание единомышленников на какой-то, допустим, территории, где будут проходить занятия. Пока мы все это будут проходить периодически с выездами. Открытые, соответственно, говорится об открытых. Пока мы все это лишь открытые и бесплатные занятия проходят. Пару раз в неделю у нас центр, где может уже самый человек прийти и обучаться, и заниматься полноценно, качественно. Также встреча-съезды не обязательно касаемо системы, а просто съезд единомышленников. Но это уже происходит, уже существует. Понятно. Идем дальше. Олег из Иркутска пишет. Дмитрий. Не трогай микрофончик там, то звуки тут. Дмитрий. Понял. Да. Может ли быть так, что человек умер, а душа его тут же или через небольшой промежуток в данном времени бытия в мире яви перевоплотилась в другое тело и в другой вид людей? Можно ли определить это по радужной оболочке глаза? Так как глаза, как и отпечатки пальца, сугубо личные, индивидуальные у всех людей и не повторяются. Этот эффект был экранизирован в фильме «Я. Начало» 2014 года. Может, ты его видел. Благодарю. Ну, вообще, да, человек, когда теряет физическое тело, человек – это не физическое тело, соответственно, он потом, перевоплощая, формируется в другом физическом теле, который помогает ему сформировать его родители. Скорость перевоплощения напрямую зависит от его вибраций и от печати, которые он успел накопить. Очень сильное воздействие являет последние мысли и психика, которые он испытывал в момент потери тела. Вот они оказывают самую сильную печать на дальнейшее перевоплощение. И чем выше вибрации человека были при жизни, тем меньше влияние окажут ему эти печати. И вот, соответственно, выше вибрации, больше духовности, быстрее перевоплощение и контролируемее, соответственно, воплощение ниже вибрации. Соответственно, больше печатей, и человек еще проходит стадии навные для того, чтобы прочиститься от этих печатей. И чем больше печати, тем жёстче, соответственно. Тем, соответственно, и перевоплощение будет длиннее. Вторые варианты моментальные. По какому-то хаосу, я не знаю, потому что даже хаос, по сути, есть свой порядок. На скорость моментального перевоплощения, если только человек достигнул очень высокого просветления сознания и вызвал эту игру образа намерения моментально перевоплотиться, тогда, да, может, других случаев я не знаю, так как знаю не всё. Вот, в принципе, других вариантов я не знаю. Угу. Хорошо. И хотя я объявлял, что вопросы больше не принимаю, но очень понравился вопрос от Яны, я его зачитаю. Яна пишет. Здравствуйте. Скажите, Дмитрий, после занятия цигуном внутри качели дух захватывает несколько раз в день. Что это? Незапечатанная энергия? И что с этим делать? Здравствуйте, Яна. Когда человек занимается энергетическими практиками техники, цигун одной из них, ци энергия, гун мастерство, цигун искусство, так сказать, мастерство управления и развития энергии. И вот это одно из таких хороших практик, вернее, направлений по развитию энергетического потенциала. И вот когда человек занимается этими практиками, первое, что растёт его эфирное тело, жарея по-нашему. В момент изменения эфирного потенциала мы начинаем чувствовать, как эфир наш растёт, либо извне ощущение тела вырастает, либо руки, ноги, либо внутри начинается динамика. И вот внутренняя динамика энергетическая, она взращивается несколькими уровнями. Первое – это такое ощущение зудчекотания. Вторая стадия – плотность. Третья стадия – когда у нас не плотность, а тепло. Следующая стадия – приятное тепло. И потом горячее – горячо и приятно. И вот в этих средних алгоритмах происходит процесс развития нашего внутреннего энергетического потенциала, который мы, по сути, и ощущаем. Динамика. Также, когда энергия достигает какого-то объёма, обычно плотность, либо тепло, мы начинаем её чувствовать в динамике. И вот чем физическое тело в покое находится, тем легче почувствовать динамику внутренней энергии. И наоборот, если физическое тело находится в динамике, в хаосе, тогда тяжелее почувствовать внутреннюю энергию и её динамику. И это мы всё, что чувствуем – это движение своих потоков энергии. Это очень хорошо, что удаётся чувствовать. Обычно человек начинает не с чувствования, а с её визуализации. Хорошо. Ну что ж, мы честно с тобой вопросы все озвучили, и ты дал на них, как хотел и мог, ответы. Нам остаётся только, наверное, подвести итог сегодняшней нашей передачи. Напоминаю, что мы сегодня говорили про самосовершенствование человека в социуме. Автор-соведущий, кто ещё не понял, Дмитрий Лапшинов. Ну, надеюсь, таких у нас нет, так на всякий случай. А вдруг кто-то залетел. И вот по самосовершенствованию человека в социуме, то есть в обществе. Давай что-то ещё в заключение скажем, и будем, наверное, уже желать что-то светлое, доброе, красивое нашему радиослушателю прощаться. Очень часто человек встаёт перед выбором, по какому пути ему пойти, особенно в социуме. Это, кстати, пришло мне только что, хотел до этого сказать другое, но это более важно. Вот когда человеку нам приходится делать выбор, обычно бывает делать выбор либо ум, ум расходится во мнении, по какому пути пойти, либо сказать нет, либо да, либо пойти по тому пути, либо другому пути. И вот бывает, во мнениях расходятся желание и ум. То есть ум уже может нарисовать картины реализации. И вот когда желание и ум расходятся во мнениях, а точнее сердце и ум расходятся во мнениях, всегда надо слушать сердце. Сердце – это безошибочный механизм, безошибочный источник. Именно сердце – это проявление желания всей Вселенной, которое стихает из нашего, из нас. И если мы будем слушать свое сердце, то вся Вселенная будет способствовать, чтобы мы достигли ее реализации. И вот самое главное – это услышать сердце. Услышать сердце – это войти в состояние покоя ума. Итак, друзья, если ваша ум и сердце расходятся во мнениях, всегда слушайте сердце. И желаю вам удачи, душевности, духовности, сдержанности и всех благ. Благодарю тебя за добрые слова. Я в заключении хочу сказать, что меня сейчас спрашивают, а сколько вас слушают. Количество людей я не сообщаю никогда по определенным причинам. А вот количество стран, скажу, что сегодня нас слушало более 40 стран. Главные слушатели – 72% – это Россия. 10% – это Украина. 5% – Германия. Соединенные Штаты Америки – 4%. И на пятом месте Беларусь. Потом Румыния, Латвия, Молдова, Казахстан. И на десятом месте Израиль. Вот как-то так десятку Израиля входит постоянно. Значит, там есть те, кому это что-то интересно. Вот такой небольшой отчетик. Здорово. Да. Здесь задавался как-то вопрос. Я вспомнил о том, что как вот из себя что-то не выбрасывать негативное, как вот там что-то предусмотреть, когда, думаю, хорошо люди, какую-то подлянку от них получаю. Вот кто знакомился с моей лекцией «Родовая нить. Как жить без страха» в первой части. Вот для тех, наверное, в дальнейшем будет интересна вторая часть, которая уже мной задумана. Не знаю, когда она будет записана. Там как раз вот об этом говорится. А как теперь жить так, чтобы из себя негатив не сеять, и потом в этих фекалиях не плавать самому и мир в них не топить. Как делать так, чтобы зло было наказано, но при этом, чтобы самому зло не распространять. Вот такая интересная дилемма. И если получится, мы вторую часть «Родовой нити. Как жить без страхов» продолжим и посвятим вот этой теме. Пока не знаю, где это будет записано и будет вообще записано. Так просто вот мысли вслух пришли. Это как бы вот ответ тому человеку, который задавал вопрос о том, что часто подлянку получаешь от тех, кого хорошо думаешь. А если там что-то допустил плохое, то нормально все проходит. Ну, это так. Ну, что ж, напоминаю, что сегодня у нас 21 сентября 2016 года среда. По одному из современных календарей. По одному из старинных. По одному. Не обратите внимание, что это единственный календарь. По одному из старинных. Первый день месяца божественного начала 7525-го лета. Сказал без ошибок 25-го лета. То есть новолетие наступило. С чем вас всех поздравляю. Третьяник. Мы говорили сегодня про самосовершенствование человека в соснаме. Автор, соведущий Дмитрий Лапшинов. Я благодарю всех друзей за активное участие в нашем чате. Ваши вопросы были просто сегодня восхитительны. И многие были настолько к месту, что я бы даже не додумался такие вопросы задать. Дмитрий, тебя, как всегда, я благодарю за очень откровенные, очень простые и доходчивые ответы. Желаю всем друзьям добра, радости, счастья в жизни. Тем более, что начиная с нового лета, есть возможности построить какие-то планы, пообщаться с предками-богами о том, чтобы им сообщить. И, может быть, кто-то, чтобы сверху улыбнулся на ваши планы. Что-то подкорректировать, что-то вспомнить и сделать какие-то выводы из прошлого опыта. Я, Дмитрий, тебя приглашаю в очередной раз на следующую беседу. Мы с тобой пообщаемся, решим, когда она будет происходить. Если, конечно, тебе это интересно. А наших друзей призываю к тому, чтобы не быть пассивными, не сваливаться на уровень овощей. Если вы видите и чувствуете, что Народное славянское радио на самом деле является объединяющей площадкой для здравомыслящих людей, несущей свет, добро и пытающейся разобраться во всех перипетиях нашей жизни, найти какие-то пласты нашей древней жизни, что-то поднять из древности, донести и так далее, то, пожалуйста, поддерживайте, как хотите, как можете, но поддерживайте, распространяйте информацию. Если чувствуете, что финансы могут помочь, помогайте финансы, потому что нас никто не задержит, у нас нет зарплат. Это естественно. Если вы чувствуете, что можете принять участие, что-то диктовать, что-то писать, обрабатывать музыку, искать произведения, пожалуйста, приходите. Если вы чувствуете, что вы прекрасный распространитель информации, умеющий правильные слова подбирать, тоже будем вам благодарны. В общем, сейчас на ваших глазах происходит создание той самой объединяющей славянской площадки, где мы не затыкаемся в какую-то одну догму, а мы пытаемся рассматривать наш мир все направленные, все целые, как вот алмаз, который должен быть показан со всех сторон, чтобы видеть его красоту, а не просто какую-то одну его грань. Потому что я уверен, наша древность очень велика, и она не умещается в каком-то одном учении. У нас очень великое и достойное наследие. Его надо изучать, его надо распространять, и надо ему пытаться следовать. И если вдруг по каким-то причинам вы слышите, может быть, даже спорный эфир, это не означает, что редакция радио полностью согласна с автором говорящим. Это говорит о том, что мы вместе с автором пытаемся разобрать какую-то очередную теорию, может быть, даже на первый взгляд какую-то бредовую, как это может кому-то показаться, но только для того, чтобы вы проявили интерес, включились в разбор этой теории и нашли что-то важное, нужное для себя, для продолжения своего рода, для продолжения своей жизни, для становления нашей великой рассеяния. И рассеяние имеется в виду не Россия, а вот вообще рассеяние, где живут наши друзья, наши товарищи и братья по крови, и чтобы наконец-то мы стали жить по тому, как нам положено жить, чтобы мы стали наследниками наших велико-мудрых предков. Вот, Насим, я с вами прощаю, желаю вам всего самого-самого доброго, низкий поклон всем за участие, с вами был Народно-славянское радио, Алексей Орлов, до новых встреч, услышимся. Народно-славянское радио, все нужно, все важно.